всем привет ребят начинаем понемножечку турнир мэджика вот потом позже а может быть одновременно практически буду стримить еще одну тему нужно канал выяснить единственно а Так, ребят, задержки выставлены Все выставлено, захожу на канал Как я понимаю Уже сейчас сетка должна быть Секундочку, ребят Сейчас я отвечу И чайник еще нужно Алло Здорово, Пах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ну все, все вроде работает Задержка 90 секунд Помните про это Сейчас я посмотрю, что у нас тут вообще в сетке происходит Могу, в принципе, вместе с вами это сделать Так Вы видите сетку Хэппи Сверху Ну хэппи понятно Тут неинтересно будет Спайлсингер, Тиранвик Димага, Семикс Кирилл Не знаю, кто это такой Странж ждет Так, моти, гост, хэл, кокос Ну не знаю, что постримить пока Даже, если честно, я вам скажу Контрол против Хэппи Марина, может быть Ну давайте попробуем найти их ТВТ-бросу Сейчас я, кстати, проверю, что это вообще Кто это вообще? Контрол Это контрол Хэппи Марин это Хэппи Марин это Это ледокол Охренеть Это оказывается ледокол еще у нас А где же контрол тогда? Короче, никого не вижу Что-то я пока Хэппи начал играть Охренеть Охренеть Прошу заинвайтить. Здорово всем. Нет, Димага еще, наверное, не играл пока. Я так думаю, по крайней мере. Посмотрим. Note to L в надписи убрал все. В принципе, она все уже там собрана, поэтому я решил, что лишнее не нужно здесь нам инфа, так как уже это как какое-то вопрошайничество выключается нафиг. Пользователь Гати активировал премиум на ваш канал. Здорово, Боти. Миша, сейчас я подойду. Никаких экстренных, больше сборов нету, в принципе. Торсиц, не знаю, не знаю. Темных лошадок много всяких. Но уже выплыли уже многие достаточно известные, такие как Тиранвик, игроки. Здесь вроде как когда-то был темной лошадкой, сейчас нет. Кто еще может? Я надеюсь, что я надеюсь, что будут. степ-майн, спасибо. Так, ну вроде обнаружились. Тиранвик. Тиранвик. Так, жду инвайта, ребят. Почему сюда я хочу больше контрола, я знаю, лично помню. Если это тот контрол, ну вроде как это тот контрол, насколько я понимаю, из Питера, который в первый StarGraft еще играл, мне интересно посмотреть его игры. Вот. Ну пока что-то инвайта нету. Наверное, черкают, или они знают, что там происходит. Сразу же B3 у нас в сетке стоит. Так, полуфинал и B5. Я там Magic запилил системку. Финал B7 вообще. Жесть какая. Ну я так точно не успею весь турнир отстримить, потому что мне надо стримить, собственно, вот эту хрень. Так, пошел инвайт. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, естественно, задержка есть Так, прошу прощения, перезашел, чуть не зайти было Так, контроль, ухай пишет Поехали, блин, задолбала мне болезнь, это уже, конечно, ничего не поделаешь здесь Так, налью чайку немножечко Почему Рево не принимает участие в этом турнире? Ну, блин, потому что Рево запрещено участие здесь, Вариан судья Вариан помнит 322 дроп 15, которая на РСТЛ получилась от Рево и он ему закрыл вход, так сказать, на этот турнир Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребятки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Улучшение завершено Улучшение завершено Кому навешать? Наши ТСМ атакованы. ТСМ готов! Кто на новенького? ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! Зададим им жару! Вооружён и опасен! Так, ну что, пять мариков у контрола на рампе стоят. Гелиончик и медивак. Здесь ЦЦшка. Здесь ЦЦшка уже готова. Пытался контрол догнать рипера. Ничего не получилось. Гелиончик минус. Потери. Так, а что же, потери КСМ и как раз таки вот этот гелиончик. Но гелиона можно было не терять, конечно. Ну, потерял, ничего не поделаешь. Добавляются бараки. На какую-то секундочку контрол прекратил продакшн рабочих, но бывает. Здесь летит дробчик шесть мариков, один гелион. Но, может быть, минку лучше было бы, конечно, загрузить сюда. А гелиона уже в лоб попытаться проехать. Отвлекает контрол юнитов оппонента. В это время хочет на второй ворваться. Ну, тут Викинг, кстати. Но, правда, он пока не на позиции. Нужно буст пробить сейчас, конечно же. Так, дробуются марики вокруг. Просто контрол дробует их. Ну, посмотрите, сколько здесь юнитов уже. И вот дроб в итоге провален. Почему он провален? Потому что нету никакого заезда одновременно. Всего лишь один гелион, а это смешно. И слишком поздно он сюда вообще приезжает, этот гелион. Он, круче, как-то контрол здесь не законтролил. Хе, контрол не законтролил. Ну, ничего не поделаешь. Нужно терпеть, нужно пытаться дальше биться. Здесь у нас бункер пошёл. Контратака. Идёт, посмотрите-ка, гигантская контратака. Самый дэмэдженный гелион спереди. А как же ещё? Может быть, вот только я сказал сразу же. Поменял местами товарищей. Ну что, заезжают гелики к рампе. Викинги подлетают. Я не знаю, что он испугался там. Может, мне кажется, десьминку кинь один. Ну и у викинга месять, всё минус контрол бы был. Ну, решил, что они продают. Почему-то рок-скай. 已经 покорnel бы был до полу. Викинг его разрушилась. Успел их нюанс. Аптул нюанс. Ну, всё ещё, салも númerouru. П高асто Rus-е это переп voicesер. Аптул тыombuch я не уме Berkeley и заботилась разница в pits. Аптул ты очень много. Ну, надо упомянуть. Уug-лю-лю Cad 사�are Already это! ЗЦ-шка на третью вылетает. Контрол выдвигается небольшим группой Билл, стимпак готов, и щиты готовы, фугасы сейчас будут готовы, третья СЦ-шка строится, три барака работают, по рабочим отстает контрол, здесь у нас мех, да, мех, посмотрите, мех от Рубскай, нужно понимать только одно, мех можно будет развести, ты хэппи, нет, не буду стримить, потому что я уже стримлю игру, если после этого матча, могу постримить, ну а если до, тогда ничего не поделаем, дальше. Ну что, хэлбатики трансформируются, как будто бы намечается со стороны Рубскай, контроль, подтягивают сюда резервы, в стерене резервы, а весь прирост резервов у него и нету, всё поставил на атаку. Рубскай. 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 Так, танк уже первый проезжает, ну что, контрол решил прям заблочить своего оппонента, и кстати смотрю, что в первом StarCraft не то чтобы контроль царём каким-то был, но неплохим игроком всегда являлся. Смотрю, прям на опыте начинает тащить понемножечку контрол. Конечно, летают медивак, и тут сидят тулбаты, две штуки. Сейчас они тут одного КСМ забирают. В прошлый раз контрол не законтролил, в этот раз законтролил. Контрол. Танк второй приезжает, нужно бы рассиджить. Скан пошёл. Я не знаю, как здесь контрол собирается драться. Если он на муе на спуске сейчас оппонента поймает, это будет очень хорошо, безусловно. Особенно, если он раскладку поздно врубит. Пока Рокска больше по лимиту, но боевой-то одинаковый абсолютно. Четвёртая ЦС-шечка пошла. Так, туреточка на мэйне строится. Или что это? Да, туреточка строится на мэйне. Здесь у нас всё больше и больше юнитов. Нужно третий танк развожить, что контрол делает сейчас. Ну всё, новые и новые юниты идут. Бараков уже не... Хотя нет, 4 только ещё. Четвёртый добавился. Больше нет пока. В честь юнитов контрола непонятно куда-то пошла сейчас, куда они пошли. Кам... А, камни прошёл контрол, пробить. Думаю, там, что здесь будет. Что-то, что-то, что-то. Понимаю. Кампатица контрол принимает бой. Мародёры как-то тупят где-то сзади, там, отступать. Немножко назад. Танк-то нужно прикрывать. Контрол отвозит свои танки. Немножко назад. Только один из трёх почему-то он успел отвести. Здесь юниты камни пробивают, ничего не знаю. Ну, понятно, что думают, потому что там золото есть. Здесь лбаты пытаются справиться, не справляются с задачей. 3д-1-1. Здесь атака одна. И, кстати, вторая уже делается атака. То, что вторая атака делается положительный момент, конечно. И лимита больше умерти рана у нашего. Ну, пойдёт ли он вперёд, вот, хороший вопрос, конечно. Пользователь Фалгор активировал премиум на ваш канал. Вижу всё по-взрослому. Улучшение завершено. Волны! Брось! Стаёшь разводить. Придеть действовать. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Так. Прессинг идёт. Спасибо, Хулгорыч. От Rock Sky прессинг идёт. Контрол отступает назад. Но лимит достаточно большой. Почти 200 его. Четвёртый цешка добывается. Но ненадолго она добычей будет заниматься. Так как тут перевозятся танки. Чё, если деваками его подойдёт? То есть, хелбаты вычиниваются. На это есть ресурсы. И есть викингов достаточно много. Единственное, что вот сюда по «Либератору» вообще в голову играл. Так, идёт вперёд Rock Sky. Ну, Контролла хорошее количество. Её прямо здесь, ну, на танке-то куда ты попёр? Прям под холбатами. Контрол идёт вниз. Мародёры пока живут. ГГ пишет Контрол, понимая, что продавить не получается. Печально. Молик «Оưон». Молик «Ои». Молик «Ои». Молик «Ои». Так, что-то я не вижу. Что-то я не вижу, что происходит. Зато я вижу на Яндексе, что что-то положительное очень происходит такое. Так. 1501 рубль мне на Яндекс приходит. Случайная сумма случайному стримеру. Я так понимаю, 15.01 здесь присутствует. Спасибо большое, кто бы то ни был. Очень приятно. Не знаю, кто ты. Вот. Очень скоро я восстановлю Сберовскую карту. Я так думаю, почему-то Тинькофф меня напрягает. Эта карта, если честно, хоть на ней наоборот, если деньги лежат, тебе копеечки капают, там, сотни-три, да, там, если... Ну, не сотни-три, короче, в плюс выходит, а наоборот не снимается за мобильные банки. Но... Как-то так. Как-то так. Опять что-то случилось. Короче, спасибо большое за поддержку. Ребята, очень приятно. Жду, куда же можно будет сейчас ворваться. Вы хотите взять ворваться? Ребята, очень приятно. Я наоборот. Продолжение следует... ... ... ... ... ... ... так контрол что на каком-то провайдере кулси было не зайти но это чистая правда так что случилось опять контрола дропнула что ли не врут не дропнула так не городи фигню всякую это твой больной мозг безграмотный просто уже придумал что я такое говорил вот я совсем про другое вообще говорил спасибо феди сумки на это ты феди сумкин спасибо большое вкусную всегда понятно как и чего где и кто поддерживают так что большое спасибо стримить буду и еще наклевывается очень позитивная тенденция ребят получается договариваться сейчас мы как бы вместе начали договариваться я конечно не пыжу что типа я должен быть единственным неповторимым кто из игры стримит как бы но уже например на dreamhack официально мы точно будем стримить этот турнир все официально завтра будет отборочный dreamhack который я буду обязательно стримить где наших будет играть очень много людей это будет из игры на официально на финальный турнир как бы будет на стадии где уже решающие игры будет clean fit с которого мы все там я magic zerg будем стримить как вот это будет круто пофиг что clean fit конечно плохо конечно что clean fit хотел я сказать так как ну не из игры многие ценят мои трансляции за то что я как бы сам показываю основной зачастую лучше да там пусть там обвожу частенько да как как будто сам играю но иногда и упускаю моменты конечно к отвлекаясь сам но если не отвлекаясь обычно редко что-то упускаю в этом ценность есть но другого варианта консенсуса нету кроме как clean fit потому что иначе кто-то будет в обломе естественно так что вот так вот мужское пожалуйста в какой поделке это правильное это ну м поэтому и Так что как-то вот так Думаю, что и с ВЦСами И со всеми турнирами будет решаться Все это дело Так что Стримов будет все больше и больше Так, Рокскай тут подрывается Контрол контролит Вот, во сколько завтра квалификация Слушай Нет, в смысле вместе На разные, на свои каналы Вместе с одного клинфида Были просто предложения Ну что, типа создать один канал Единственный для всех И там всем стримить Естественно, это сразу был Обрубон всему Ну что, это нереально Либо на базе чего-то Канала Но это не работает Поэтому клинфид Каждый будет свое стримить Просто у себя на канале Не буду я вместе С Мэджиком и Зерком Стремить одновременно Не волнуйтесь Ну что, факта улетает Здесь у контрола Точка сбора не поставлена Но надо ставить не первый Старкрафт Сами пусть едут добывать Улетает викинг Еще один Еще не такой, как на самом деле есть Набрать захват Кого-то Одного геленчика взял Контрол Уезжает Циклоном Но он не уедет далеко Второго геленчика Хотя бы убил Здесь еще Плюс два Зато прилетает викингам контрол И начинает беспределить Здесь уже У Рокскай И дробчик Что-то обломался Получается Геленчиков Так, медива Где-то здесь летает Викинг Сейчас будет готов У Рокскай И он Отгонит Викинга Оппонента Да Два часа квалификация Завтра Римхака Приходите Блин, что-то так плохо Все чувствую Вообще жесть Просто Жень Жень Какая-то Кудра Кудра Ха Эй Контрол Ну очень Прям Не готов Оказался 14 КСМ от минус, это как-то провально, я бы сказал. Здесь, правда, третья СЦ-шка ставится, а здесь уже третья СЦ-шка есть, и идёт выход в мех. Чуть эфра от контрола. СЦ-шка готов! СЦ-шка готов! Пристройка пулу. Разработка завершена. Время действовать. СЦ-шка готов! Так, чайку подлил. Фух. До конца буду стримить этот турнир, что-то прям вообще. Тяжко реально сидеть как-то, температуры вроде нет, сомневаюсь, что за хрень. Ой, Ганчик, он за делегацией, да, конечно, нельзя не пообещать делегация. 1791. Третью СЦ-шку контрол занимает. Рабочий почему-то у контрола не строится, вот, меня больше всего вот этот момент беспокоит. В тыки, в тыки с соплами. Новые сопла пошли. Туреточек нет, но зато есть три викинга, которые здесь ждут, вдруг контролят ещё Ксилнагу дохлым мариком. Нужно рабочих строить больше, потому что почему-то строится по два, хотя 30С-шки есть, во-первых, не знаю, разбинжено или нет. У-вторых, рабов-то мало, 49 до сих пор, 1064 давным-давно, и это не предел, как я понимаю, сенсор-то ура, здесь уже всё туретками обнесено, хрен дробнешься называется вообще. Грейды делаются, здесь тоже, правда, грейды делаются вовсю, но с одной инженерки, так что вовсю это громко сказано как-то прям. Ну, вот так вот играет Рокскай, поэтому и мех. Когда первую игру контрол проиграл всё равно, всё-таки тут не самого высочайшего на данный момент уровня игроки играют, СНГ. Поэтому в игре пока время пассива какого-то. Вот Марик прекрасно видит, что Медивак летит сейчас двумя викингами, контрол идёт его сбивать. Медивак улетает, можно было бы сесть викингами, например, отогнать этих холбатиков. Контрол берёт мародёров, отгоняйте. Мародёры точно не погибнут, тем более они с фугасами. Просканил сейчас, естественно, Рокскай видит, что контрол здесь живёт. По лимиту контрол сравнялся, по боевому тоже близок. Ну, с грейдами вот какой-то втык сейчас идёт, туреток начинает добавлять. Нужно армори, нужно вторую инженерку. Один-один есть, почему грейды-то больше не делаются, странно. Продолжение следует... Прошёл выход небольшой у контрольчика какой-то. Ну, что-то строится пока, контрол лимита больше, дропнутся. Кстати, на мейн на самом деле это можно дропнуться. Единственное, что вот здесь, влетев в зону действия сенсор-тауэра, нужно урубить скорость медилаком, пролететь так сюда и дропнуться потом мимо вот этих туреток вот в этом направлении. Но это легко сказать, что так. Для того, чтобы это сделать, нужно просканить и исполнить ещё. То есть нужно понять, что так можно сделать. Если ты не понимаешь, то точно не сделаешь. Так, копается минка, минка, минус. Заходит контрол минус танк. Ещё одну минку минус, ну, можно сенсор-тауэр забрать, но вынужден контрол отступить. Так, и хелбаты пришли плюс танк плюс викингов очень много. Викинги сразу же медиваки выбьют все. Естественно, но нужно аккуратненько быть, тем более... Так, контрол заказываю. А, контрол сам мех перешёл? Нет, контрол перешёл. Посмотрите, во что. Он перешёл в интересный воздух. Викинга-либератора-банши. Ну что, викинга-либераторы снесут полностью вот здесь голые к викингу, а ванши убьют по земле. Согласен, что это надо выздороветь. Я сам уже хочу выздороветь просто. Что-то пока не получается. По шесть либераторов уже строится. Один-один. Единственное, хорошо, всё, тут уж два армора, тут уж контрол мех перешёл. Но, наверное, не нужно на краю располагать мейна своего, чтобы снизу можно было их убить. Нужно как-то ныкать их вот сюда, не знаю, на вторую, сюда базу. Чтоб как можно дальше в тылу они были. Ну что, пойдёт выход сейчас? Да, видимо, пойдёт выход сейчас от Rock Sky. Единственное, против земли у контрол не так уж много. То есть четыре Сенсор Таура уже совсем вообще конкретно много. Ну что, всё летит вперёд. Либераторов уже... Так, ещё семь строится. Куда контрол спешит, не понимаю, как столько либераторов много строится. Так, пошла атака. Либератор залетает, викингов. Викингов разваливают. Под минки, правда, напорол сейчас контрол. Викинги сзади тоже подлетают. Ну почему либератор это разложено? Ну почему они... Я ещё не понимаю, почему они... Так, ну по воздуху победил, конечно, контрол. Но если бы либераторы были разложены бы сразу бы, как мне кажется, то... Не разложены, точнее, все сначала бы они с воздухом подрались, а потом только разложились бы потерь, было бы, ну, гораздо бы меньше, на самом деле. Жёсткий либератор всем даёт прикурить. Здесь рабочие минус все. Тут 1-1 на воздух тоже делаются. У контрола 1-1 на воздух. Телс 160-150 по лимиту. Лимиты близки. Ольганщик, другие игры. Ну да, иногда бывает, что-нибудь пройти можно, но уже давно, давно я этого не делал. Нет времени реально. Либо старик, либо... Ну, либо какие-то дела уж там, я не знаю. По дому, там, семье. Вот, но на самом деле старик, он заменяет всё, если как бы в него вникать. Особенно если самому играть, как бы, то там не нужно никаких прохождений. Здесь у нас пятая база, но она не планетарка почему-то, а орбиталка. И Рокскай её заметил, и сейчас вот эти новейшие эмулы просто, и вообще это гигантская добыча, она будет уничтожена. Добил уже здесь рядом. Почти контрол, но погибнут практически все рабочие здесь. 2-2 грейды делает контрол, у либераторов новых добавляет. Ну, а либераторы будут очень полезны, естественно. Ну, что-то мех на мех прям затягивается игра. 2-2 контрол делает, крытый, смотрю. Так температуры вроде нет, странно прям как-то. Либераторы прям на танки раскладываются. Здесь один выстрел правку пусто сделать. И этот тоже только в одной КСМ кестреллен. Сейчас сразу же быстро рейдинги их сдули. Здесь врыв идёт био-юнитами какой-то. Контрол продолжает био-устроить, самое интересное. Но продакшн био-2 барака. Смешно вот ещё добавлять. Нужно больше бараков, нужно грейдов больше для био, а не только на обувь. Иначе не будет био решать. Чтобы выход от Роб Скай идёт. Смотрите, сколько он настроил здесь Торов, Викингов. У контрола, ну, очень много либераторов. Но Торы-то тоже сплэш имеют. И попробую здесь с либераторами поделить. Так, нужно раскладываться. Нужно атаковать. Не знаю, что контрол боится так сильно. Био сюда подходит уже. Нужно заходить уже. Знаете, мародёры-марики что-то нам уведут, сливаются. Ну, это ошибка от контрола. Причём ужасная ошибка сейчас была. В чём она заключается, эта ошибка? В том, что вместо того, чтобы на клике подраться с либераторами, сразу он бегал, получал дэмэдж. Так бы хотя фрикингов убил бы. Кхм-кхм. Кхм-кхм. Пришёл Рукска 4-ку ломать. Проблема у контрола, но он продолжает сопротивление. Но минки очень жестокие. Спускаются марики, мародёры новые. Здесь турочки ходят, либераторы раскладываются. Ну, так нужно, я не знаю, викингами их убивать, либо либераторами убить викингов. Ну, как викингов убить, когда поднимет оров столько. У контрола тут полкарты, и рабочих больше. Зря сейчас Рукска отступает. Ну, по экономике здесь может просто просесть и проиграть. Как бы, вот в чём суть. Подлетают новейшие медиваки сейчас. Бил юниты вперёд. Минки делают залпу. Ну, минки минками, бил бил, но где же либератор? Почему они в эту сторону-то не наблюдают? Продавил Рукска и всё-таки в итоге. Боевого Су-17 на 61. Как-то жёстко по-боевому. Су-3, 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 Су-4. Ну, нужно развиваться здесь, сдаваться ещё рано. Это точно сейчас. Викингов четыре. Смотрите, каких четыре викингов. Здесь один залп либератора. Всё, минус викинг, бил. Вот прежний контрольщик. Да, отбивает всё. Либератор там с 7-ти рейнджа раздаёт вообще на ура. Тимпач, самародёры и марики 195 на 105 по лимиту. Здесь нужно СЦ-шечку поднять. Здесь либератор разложить на расход СЦ-шечку. Ну что, три Старпорта. Экономика у контрола осталась и даже лучше, чем у Рокскай. Рокскай пятую занимает. И не видит, что у контрола ещё три целых базы. Три забывающих. Смотрите, какая гигантская добыча у контрола. Он строит и строит всё юнитов. Так, гильончики поехали. Они поехали на дальнюю, на пятую. Нужно ныкать КСМ их сейчас как-то. Контрол понял, что могут спалить верхнюю базу. Ну, вот это провал. Посмотрите, как гильоны тут разрывают. Всё. Ну, лимит всё равно больше. Пытаться выпилить не получилось. Нужно что-то вывести, попытаться было. А контрол не пытается ничего выводить. Мина гладится, что ли, трёх. Ну, что их бояться-то? Надо просветить просто. Здесь прибегает Дио. Такие наркоманы прибежали. Выдохлись такие красные. Блин, прибежали. А нет никого уже. Всё, нам на машинах тут уехали. Ты под наркотой бегаешь как бы недолго. А машина-то всё время, она ездит быстро. Всё, прибежал, ничего не нашёл. Ну, в Куаку играл. Да, сейчас как-то не тянет, честно говоря. Со своими играл. Сейчас никто не играет, поэтому. Не вижу смысла. Ну что, контрол двигается вперёд. Так, либераторы вчетвером идут. У них 2-2 грейды, между прочим. Так, либераторы его минусуют. Сейчас всё раскладываются прямо над танками. Жесть, как они, какой дэмэш гигантский выдают. Даже два либератора сейчас. Стальные разложились, но все мимо минеральной линии. Почему-то не понимаю, почему. Нужно минеральную линию бывать. 154 на 90 по лимиту. Контрол собирается затащить. Мне такое ощущение. ГГВП пишет. Рускай. ГГКонтрол пишет, она решающая. Игра нам нужна. Игра. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как я понимаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Плюс 2 гильончика. Так, счет 1-1, кстати, прошу прощения, счет я вообще как уначу, блин, так тяжело, что-то я даже вообще просто офигеваю, насколько тяжело, просто градусник неправильно показывает, у меня по ощущениям как будто бы 39, а они показывают 37 даже, что так тяжело, вот а да. Неплохая гранатка сейчас от контрола была, депошку надо убить, вот эту недостроенную, ничего не хочет убить контрол, не понимаю. Вот убил депошку, не успел рукскай достроить ее даже. Так, ну рукскай готовит выход, но когда он будет выходить пока не будет, но со стимпаком уже можно легко выйти, достаточно будет. Так, здесь дробчик 3 гильона, 2 марика на мейн идет. Ну, это дроб уже в никуда называется, медивак будет потерян, скорее все. Ну, правда, рабочие не добывают какое-то время, это хорошо, безусловно. Тут в био решили вот в кайс играть, в помните, видите, до этого не в био играл. У контрола уже 3-я ццшка, орбиталочку превращается, и контрол в этот раз ролями поменялись, теперь контрол в мех играет, ну прям интересно. ТСМ готов! Так, выход идет сейчас к контролу. Прощение, готов ли контрол принимать? Заходит этот выход наверх, лбаты дропаются, танков всего 2 штуки, контрол улетает на рампу к себе. Нужно викингов сажать обязательно, с гильончиками встречаются эти. Хороший дэмэдж наносит контрол, здесь я вам скажу, танк вообще все шмаляет и шмаляет, танка оппонента выбил, викинги все разваливают. Викингов нужно сажать вместе с ГСМками, отбиваться, не знаю, почему контрол этого не делает. У нее и так отбился хелбат, здесь вышел, в принципе, по лимиту в плюсе, остался барабан тоже, в принципе, неплохо. Здесь у нас третья начинает только добываться, по грейдам 1-1 здесь делается, контрол плюс атака есть. Но контрол, почему-то дальше грейдов не делает. Четвертая СССР у контрола пошла. Удвигаюсь, срок скаф вперед, лимиты одинаковые вообще практически. 110, 109, сейчас вот 113, контрол остановится. Чуточка может он впереди, но у него мех нужно помнить, правильно? Но танков что-то пока очень мало. Так, здесь интересный выход идет. Обнаружил СССР буквально за секунду до ее готовности. Даже та же, уже меньше секунды даже оставалась. Отменяет СССР эту Rock Sky Control. Пытался достроить, ничего не получилось. Камешки здесь пробивать. Здесь четвертую контрол решил дома заказать. У лимиту в плюсе он, конечно. И вторая атака, между прочим, есть. Там 2-2 тоже делается. Игрейды на воздух уже пошли. Че-то много викингов в продакшене. Викинги будут сбивать сейчас на Медиваке с хелбатами. Поэтому нужно, чтобы предпринимать. Контрол это понимает. Выходит 8 хелбатов в Медиваках. 5 танков по земле. Плюс хелбат 6-й танк. Выезжает 7-й. И в Актории уже сейчас 4 работает. 5-я сейчас скоро заработает. Fusion Core. Нужно заходить, как-то пробивать здесь танки. Рассижить так, чтобы они до планетарки обязательно заставали. Так, танки встечь. Нужно врываться. Контрол чуть не реагирует. Хоть пошел врыв. Колбаты дропаются. Как они хорошо. Сейчас я вбью. Сейчас дропнулись. Нужно очень как-то вступить назад. Сколько контрол выдел? 151, 117 по лимиту. Планетарка сейчас будет готова. Но она уже особо ничего контролу не дает. Единственное, здесь викинги, конечно. Рукская. Ну, контролу больше. Все. Кл-баты, правда, пошли в одно лицо. Куда-то отдались. Без прикрытия танков. Без прикрытия вообще чего-либо. Выбил контрол в четвертую оппонентную. Самого четвертой тоже нет. Имеется в виду на позиции. Вот только СССР полетела. Она уже, правда, орбиталка. То есть, замечательно. В это время контр-атак. Рукская готовит. Интересно. Он пошел в спину и идет ко второй базе. Здесь танки есть. Нужно контролу либо отойти назад, либо вперед уже. Эти два мула выкинул сюда, посмотрите, чтобы отбиваться. Здесь у нас пытается. Рукская напасть. Нападает. Три танка здесь. Учетыре танка здесь всего. Викинги танк минус нуль. Кл-баты тут сформируются в геленщиков. Нужно уехать куда-то. Либо на вторую заехать, либо дальше. На вторую предпочитает контрол прорваться. Синим пламенем. Приходит контрол, ждет рабочих на вероятной четвертой базе оппонента. Девять КСМ-ок выжит. У самого четвертая обовсюду добывается. Это не планетарка. Причем камни на нее не пробиты. Сейчас просто потеряет базу. Но она на ровном месте. Просто контрол возьмет и базу потеряет. Но поздно контрол. Камни стал пробивать. Рукская уже на четвертый. Минус четвертая база, конечно. Вводит КСМ-ок контрол. Нужно увести вот на эту, на дальнюю кушку. И все. Два лица, естественно, и нечего. ССР-шка пытается улететь. Не так-то просто это сделать. Здесь у нас и Либераторы были, и Викинги. Контрол спускается вниз. Контрол сейчас развалится. Такими темпами, если он так нагло будет драться, конечно. Отступает назад. Ну, понятно, что все по этому направлению идет. Не знаю, что контрол так сильно ждал. Есть Либераторы тоже готовы. Либераторы против Либераторов. Танки идут без расклада. Либераторы стреляют. Контрол вообще это не контролит. Ничего. Естественно, Торам нужно было идти по атаке снимить. Лимиты уже равные. Посмотрите, я контрол на 50 вел до этого. Так, здесь у нас что-то происходит. А, здесь Либераторы. Викинги контролят воздух и дают Либераторам разваливать все, что хотят. Просто-напросто. Контрол вот просто не отбить. Даже Торами будет тяжело отбить. Где-то Марик стреляет, где он стреляет. А, где-то 4-й стреляет. 92 контрол, 122 рок-скайд. Такое ощущение, что контрол не сможет затащить эту игру. Тут уже совершенно другие. Другой расклад. Здесь уже база не принадлежит контролу по факту. То есть, здесь зона влияния Либераторов. Одних в основном. Вот по Тору. Посмотрите, какой демодж Либератор наносит. Жесть-то просто какая. Тем более. А так, если по 90, там пиу-пи уйдет. Четвертое есть прекрасное видение тут все. Рок-скай. Ну, почему-то сюда ничего не уйдет пока. Одного Либератора он привезти было, учитывая, что в рейтинге не предложить все. Ну, конкум не сдается совсем пока. Как вы видите. ТЦ-шечка падает. Контрол заблочен на хайграунде. Гэгэй пишет 86 на 150. Ничего в итоге сделать не получилось. Не законтролил контрол, к сожалению. Законтролили его. Пользователь граф активировал премиум на ваш канал. Спасибо, граф. Здорово. Бутлнет. Их ужин. Ребят, что-то я извиняюсь. То есть, что я реально сижу, думаю, то ли я засыпаю, то ли помираю. Вообще не понимаю. Ну, думаю, сейчас сосредоточусь и все будет нормально. Потому что и сегодня, и завтра нужно стримить. Нужно привыкать до 15-го, включительно, до дня рождения. Моего вообще стримы будет порядочно. Так что не пропускайте. Ну, жаль контрола. Надеюсь, что контрол будет играть еще дальше в StarCraft. Потому что игрок интересный. Как я играл лично, я его знаю. Думаю, как-нибудь и встретимся еще. Может, какие-то ланы будут. Не знаю. Так. Димага в третьем туре против аутсайда будет биться. Давайте Димагу понайдем. В игре две минуты. А Блай что-то ждать. Что, Блай там ожидает у нас? Ну, Блай-то закончился. Договорить. Ютим Камар. Ну, посмотрим, как влазь Камаром тут будет биться. Кошмар. А тут Камар, а там Кошмар. Камар это суши-суши-суши-кошмар, в принципе. Все верно. Поехали. Хепич в 1,4 уже. Неплохая скорость, я бы сказал. Боттлнетч. Ну, тут-то Блай победителя. Понятное дело. Вот. Просто задержка, помню, 90 секунд. Лилим Капут. От этого не зависит мое состояние. Реально не зависит. Ну, что, посмотрим. Камар против Блая, орбитальная верфь. Ну, Блай обычно, как бы, не церемонится. Вот, с такими игроками, думаю, что быстро он что-то будет нам демонстрировать. Но, абсолютно не уверен в этом. Конечно, Димага там настоящий, он должен быть ненастоящий. Кстати, вы можете поддержать турнир. На данный момент 4,700, 4,800, можно сказать, призовой составляет. 3,361 место, 1432 место, так что, милости просим, поддерживайте. Ну, и не только турнир, меня, мой канал, естественно. Да, у Блая скиллос будет дальше такой урок следующему оппоненту. Кстати, получается, ему 15 лет. Судя по дате, неплохо, что я могу сказать. В других частях сетки ничего не определено, ни хрена. Димага будет биться с победителем Лиссандра против Стрэнджа. Ну, Стрэндж, вы помните, в последнее время он очень силен. Я так прогнозирую, что он до финала вполне легко может дойти. Не сомневаюсь в этом. А то и выиграть. Так, ну, как я и говорил, Блай что не делает, не церемонится обычно с такими оппонентами. Рипер полетел, посмотрите, как хата. Вот маршрут Рипера, вот он пролетал, посмотрите, вот докуда Вижен. А вот где хата. То есть она еще не была готова, крипа не было, и Тиран физически не мог его заметить. А вот сейчас есть крип, но Тиран-то не знает, что здесь хата. А у Блая уже королева плюс Роучи здесь три штуки. Сейчас еще инъекция сюда пойдет. Тиран не проверил, что здесь у Блая ничего нет. Это как Рагнарог против Инновейшена. Ну, Блай на Рагнарога если тянет, то Тиран этот на Инновейшена что-то не очень по ходу дела. Так, ковер подлетает, Ройваджер первый может. Нужно заходить на хайграунд уже Блайчику. Но он не спешит пока ломится. Вот, готов. В Ройваджер нужно заходить, нужно бункер пробивать. Не знаю, что тянет Блай. Даст бункер достроить. Зачем это нужно, я не знаю. Хотя нет, кстати, КСМ-ки бункер не получилось достроить. Еще КСМ-ки подъезжают. Сейчас Рипер прилетает, Рипер минус сразу. Бункер все-таки достроил Тиран, но КСМ-ки падают. Бункер падает. Судя по всему, это 1-0 в пользу Блая. Изи-пизи, как говорит МС. Бегает, комар. А тут и Чарлик сидит. А у меня тут тоже Линька под стулом один сидит такой. Чарлик стал. Я уж тут недавно больной лежал в комнате. Я уже заподозрил в том, что Чарлик стал старым сентиментальным псом. Приходит и лапу мне дает уже, как бы, не за еду, ничего, не для игры, а дает лапу, чтобы я ему наглую морду за шею, за башкой почесал, там ухи потрепал и кайфует, упирается в меня. И лапа дает такой, типа, чеши-чеши. И отдыхай, Чарлик. Потом тебе почешу. Блай со Скиллосом будет играть, и я к ним заскочу. Димага пока непонятно, как со Стрэнджем будет играть. Или с кем-то там еще, или с Лиссандро, потому что Лиссандро тоже выиграть может. А может, Оутсайд выиграет димага. Оутсайд раньше неплохо достаточно играл. Ну, не знаю, по-моему, там его билд отличается только расположением хаты больше ничем, по-моему. Он просто чуть-чуть подальше. Может, он взял это с тебя, или с кого-нибудь хрен знает. Не знаю, кто с кого, где его взял. Я имею в виду то, что было на Старлиге вчера. Ну, что, ждем Скиллоса против Блая. Выздоравливай скорее с праздниками со всеми. Ты пропустил. Ну, тут Блай изи, как и предполагалось. Ну, а вот дальше Блай против Скиллоса посмотрим. Я, конечно же, думаю, что Блай победит, но Скиллос молодой боец может удивить. Спасибо, Болт Лунальдович. Выздоровью обязательно, но что-то такого у меня давно не было фаренгитов всех. Видимо, все-таки Мороза резко ударили, как бы. Вот, и зря я тогда в кино пошел в одних штанах, в брючках летненьких. Вот, и что-то прямо меня срубило. Сегодня дедушке звонил, но он мне звонил в деревне, так минус 28. А в наших краях минус 28 это, как бы, уже серьезно. Лучше морду, голову не оставлять, потому что через минут, да даже через минут, не 5, а минуты 3-4 уже можно начать матом ругаться. Так, как будет ломить все конкретно. Так, ну что Блай-то будет они со Скиллосом-то играть? Так, профиль нам не надо. Так, вроде получше стало. Наверное, все-таки я просто спать немножечко хотел. Плюс игры такие, как-то, ну, пассивные были, наверное, тяжело. Поэтому Блай сейчас сразу взбодрил своими рауч-пушами. Ну, посмотрим, с Блайом всегда не соскучишься. Я думаю, дальше будет жестче, как бы, будет все. Тут и Хэпич, тут и Стрэндж. Ну, не все, конечно, сегодня зарегились. Ничего не поделаешь. Газон с Тиранвиком играет, говорит, кто хотите, заходите ко мне на стрейм. Зип-зипер, видимо, это газон, что ли. Всеми известный газончик. Смотри, Питер-то играет, контрол. Газон, много всяких. Нет, зип-зипер, нет, зип-зипер. А, газон стримит, е-мое, я что-то затупил. А не играет сам. А, газончик. поехали ну на самом деле просто ну вот дело во влажности очень сильно был у нас давно знакома из воркуты как бы поначалу ну там говорил что вот я там воркуте у нас там 50 там минус постоянно типа на минус 15-20 в ков кофточки гоняю гонял там на у нас долго не отгонял ни хрена потому что я один раз помню вообще старые времена поехал в клуб компьютерный просто смотрю думаю на улице минус 33 думаю опасно как-то ехать ну думаю что дома сидеть пацаны на на геме там поехал в клубах просто показ остановки давно конечная у нас и пока шел матрица такой клуб был пока шел метров 150 на на 200 держался руками за щеки борода где снизу не прикрытая было ловила так что просто проклинал стук от поехал причем такая погода будешь как такая дымка как туман был прям минус 33 пришел туда и конечно же там полно народа то бишь никого поехал назад на остановке простоял 10 минут просто потом шелушилась кожа облизала на следующий день было жестенько вот что-то так более жестких морозов давно не напоминаю как-то до 30 и последние зима не доходило все как-то в районе 30 но вообще рекорд минус 40 чем-то 45 или 47 псковской области то что что это за адок я даже не представляю как бы ну давайте погодная тема завершаем скиллос все-таки против 2 играет бла решил лингов шестерик дабы даже не шестерик а больше тут лингов бежит еще плюс 2 пса 8 штук нексус можно отменить а можно и на хай граунд даже зайти кстати если сейчас пилон получится было очку сгрызть то может мазеркор не спасти сейчас скиллоса но мазеркор вовремя вылетает пилон убьет лингов байль принял решение до конта грызлинг устраивать сейчас если б не мазеркор кстати сгрызь бы пилон но так как мазеркор был то некоторых лингов ваншоттинг фактически и все усел за кум пальца отпали помню у нас экстрим было самый первый наш кубак комп и они же как первый второй третий у нас там восемь компов было том 10 какой-то момент их стало первый стоял на выходе там варежках всегда играли пусть зимой на там дверь постоянно открывалась там через дверь курили все там бычки тяпали там просто прямо около ковра такие ледяные как на эти где натоптаны такие вот бугорки короче там на столе прямо такие ледяные были рядом с ковром зачастую но раньше весело было сами знаете я думаю многие постарше сейчас такого я даже не знаю если сейчас на вряд ли так поговорить больше не о чем нет рокси нет никакой с к2 сейчас я не знаю я думаю что и не планируется выше блюз говорил как что не планирует но брюс говорил что и в доте например разочаровался и что-то там не планируют а вчера мне мой друг пишет на дорогу кто любит контор стрима посмотрел говорит брюс там состав набрал ссылочка посмотрел и действительно куча там состав как играет так что то что брюс говорит не всегда действительности соответствует вот четыре адепта приходит злая но как они с грейдом они уже с грейдом офигеть они разваливают тут просто бла телепорт на мэй пошел ну лингов но губа если за пул станет адептами двумя успел стать телепорт к 2 базе пошел но один адепта лишь успел телепортнуться нужно пофокусить дронов успевает контролить блащет но двух потеряет все равно можно еще этого пытаться было вкусить но все-таки не успел ну то про что про варежки это я вообще рассказываю это год наверное я не знаю 2000-го 2000-го по там 2002-й где-нибудь или даже 99-го по 2002-й короче весело адепта вперед делается блин сейчас угла спайр у рабам одинаково абсолютно ну готов ли блай встретить этих адептов как блай в 8 адептов 10 лингами и тремя королевами собирается отбивать пока для меня загадка ну ответ очевидно никак их не отбить и муталисков нет это 1-0 для скиллоса судя по всему ну а мейн адепта еще просто расшатал блай сейчас скиллос 300 гейта заказывает между прочим угла я 8 муталисков то есть даже если он отобьется сейчас 300 гейта законтрит все в хлам на самом деле адепт телепортируется на мейн рабочих уже 25 остается но это совсем беда какая-то 25 рабочих тоже телепорт адептами делать крабам вот этим вот которые пытаются уезжать постоянно адепты уйдут на третью базу можно попытаться свалить ими что и делается на скиллос был админом как у меня еще вспомнил одну историю но летних про это заведение 1 starcraft начали играть 4 на 4 но а как бы там тоже человек админит на приходит главный главный типа мы в 4 на 4 что-то заседали всеми дня приходит какая выручка поиграть машина все заняты 4 на 4 лепка идет только 100 разрешено играть за деньги только в starcraft если не в starcraft сразу все занято типа ну что фениксы полетели вперед у нас 71 благими-то чудесами тут держится фениксы прилетели 4 начал это все вспоминать реально подожил даже как бы появилась энергия стримить чудо там в теме про титанщика активность какая-то смотрю присутствует ну что блана средоточиться я же сказал чтобы ладить победит чё за хрень облачет и нихрена не побеждает казисов смешно конечно пишешь завязывайте уже пожалуйста что-то опять потом зиг сиделись приходится мне угорать самому смотреть привет всем ребят гути миша кстати говоря пиши мне какое время свободное будет поправлюсь может все-таки свяжемся с тобой чего-нибудь там поиграем фу горочь и она и как и бро alex fx open с вами пришел спасибо кей 320 короче всем ребят привет всех всех 500 зрителей не буду перечислять техническая возможность есть но чтобы они играют еще не понял не пока ты не выиграл бог бог 3 так вот если сейчас выиграет скиллс тогда да или сейчас проиграет а потом выиграет тогда да покажу бы а еще все шансы на выход остаются не ну скиллс 2001 года мне рождение судя по его аккаунту на гути мяне знаю как на самом деле ребят не просто просто ну невероятно как-то много появилось игроков которым по 15 по 16 14 лет 17 они начинают тащить где же они все были когда вол был тогда еще мы динозавры чет тащили нужно уже было как миллениум строить команда на перспективу привлекать туда таких молодых игроков и чтоб они играли и брали в цс и вот умный щитак спасибо знаю я твои все эти это и и и и и и и Продолжение следует... 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 Пытается раскатить Он вроде раскатил На второй базе врыв Парабам уже все ровно Это значит, что экономика Увротся уже опечатает Причем катаются постоянно Рабочие председательные добычи очень слабенько Вот от всей же плетает Конечно же и Морфлы здесь разберутся На двоих уже 12-ру очень развалено Запись GSL пока не проверял Извините, сервер в нем был недоступен Не знаю Даже писался ли GSL сегодня Но я надеюсь, что будет GSL, да Так, закапывается влайн, а мейн по поводу Ну есть апсервер, есть много фениксов Этим роучим уже никуда не деться Вот в чем проблема Нужно выкапываться Хоть пару рабочих напоследок убить Блайм, если может, я вообще не шутил Ну пару убил И убил Хоть что-то Хоть что-то Роучи минусы, лимиты вообще Не, парабам одинаково тоже Блайм продолжает прессовать Ну неужели Блайм завис на этом улыне Ну хоть спайр какой-нибудь закажи Посмотрите, сколько Сейчас свитч в мутку зарешать может Я не знаю, что-нибудь такое Гидроден, да, а, гидроден есть Ну гидроден, это все, конечно, интересно очень А, какая мутка Фениксов опять летает О чем я говорю, ребят Никаких муток здесь быть не может Хотя на эффектах неожиданности Могла бы и мутка закатить, закатить, мне кажется Зайти бы неплохо GSL проверю Потом если там запись есть Выложу позже Сегодня уже после Ну этого турнира на YouTube Я выложу запись GSL Понятно, что Только на GG-плеере Но Есть ли она там, вообще я не знаю Ну и завтра в GSL Приходите смотреть Или погодите, не завтра Дайте-ка я проверю Это завтра что-нибудь будет А, нет, там завтра ничего не будет Завтра пустой день с утра получается А, завтра А, так завтра суббота Завтра и не должно ничего быть Не знаю, когда про лига начнется, ребят Так, 14-го Старлига появилась Уже замечательно 13-го, 14-го, 15-го GSL Старлига будет Вот Могу искать только одну Буду стараться все стримить Чуточек отвлекся я, ребят Развитие завершено Опухоль атакована Месторождение вне Так, Magic на 333 рубля На турнире пополняет Кайтед Блайз Киллос к нему пришел, посмотрите Микс-то сверхсерьезный Имморталы Зелки на чаже Архоны сливают У Блая проблемы здесь Причем очень большие Ну вот делки сейчас Чардж потратили И Блай раскатил Немножко Плюс 3 атаки Ё-моё, 3 атаки здесь У Блая нулевые Просто нулевые Грейды Призму никак фокуснуть Блай не может При всем желании Сейчас Хорошо, что контр А раз хотя бы небольшой Идет Тремя роучами Идет вперед у нас Протс Билды ставит в минус Себе я это называю Поэтому Блай Получается отогнать Все, файерболы Кастуются По призме Попадает Блайну призму Не сбить 126 Смотрите 4 на 107 По лимиту Развалил что ли Я чуть не понял Скилл Блай развалил По лимиту Уже в плюсе практически Один строущий Что делается И что могут делать Один строущий С пятью Вимортал Ата падает Сейчас у скилл Блай пытается Уйти на мэнчест Здесь еще и фениксы Прилетают Реводжер эморф Сыроуч Плюс Нужно файерболы На рамку кидать Файерболы Не кидает Пока Блай Вот сейчас пошли Но только один По эморфу Попадает Заходит скилл Наверх Архончик Еще плюс Призма До варп Ребятки Минус Блай 2-0 Да Завтра Отборочная На DreamHack Стримить буду Ребята Это точно Ну Глай пытается тащить Уже без шансов Очевидно Абсолютно Удивил меня Прям скилл Очень хорошо Отыграл С Глай Причем Сверхуверенно Просто действовал И это изи 2-0 Может быть В5 Блай не удалил Но В3 Хотя Посмотрим По этим играм И В5 Блай бы Одолел Добивает Последний Юнит 46 133 По лимиту Блай пока Еще не выходит Блай Дальние Хаты Ставят С фримировочами Пытается Подхарасить Еще Не сдается Ну Молодец Но для ВП Все равно Что-то Блай Ни хрена Не изи Скилл Сблай Изи Посмотрите Какой АПМ Три троечки Прямо Очень интересно Три троечки Три троечки Три троечки На бутонне Что-то 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 была и не затащил. Так, Димага Стрэндж, где Вэрлис? Так, захожу к Стрэнджу Димаги срочным образом, просто срочнейшим, потому что я должен это видеть, а тут... О-о-о! Тут аншлаг, действительно. Ну, первый четвертьфинал, фактически. Скиллос против Арктура будет. Что-то не отвечает Дима по фану или начал катать побольше. Может, не понял суть вопроса. Ну, не суть. Надеюсь, что не по фану, а начал побольше Дима катать. Скиллосу 15. Скиллосу 15, ребята, оказывается вот так вот. Думаете, что 333 опоема знак? Ну, ребята, 333 минус 11, это 322. Ну, 333 умножить на... Это 666. Скандалы, интриги, расследования просто. Что-то здесь неладное творится. Я выведу все это дело на чистую воду, так сказать. это на чистую воду, Это не только в роду, но и в рамках, это не только в рамках. О, в салоне, это не только в рамках, но и в рамках. 2 14 хочу что не говорил у нас есть милки кау милка еще молодые пацаны они мастера фактически у нас прямо уже прямо уже красавчик ну что играй продолжай сейчас самое время тащить ну что прибегая димага лингами или блащиков 1 у него лингов да заказал не пытается отменить также пилон пытается сменить стрэндж новенький пилон ставит нужно отменять предыдущий тянет время а чё у нас тут происходит адепт выходит нужно прикрывать пилон срочно тут уже не нужен особо пилон стрэндж отменять молодец как четко контролит не дал ничего убить так вау вертяжем хорош стрэндж реакция внимание хорошая сейчас показал овера минус нул димаги слишком он тут летал расслабленно здесь я конечно за на стороне стрэнджа потому что я думаю что он победит здесь и он силен последнее время не знаю сколько тринется диман блин ну димага на опыте конечно опыт опытом у стрэндж тут и хэпище недавно убеждал пользователи лэп 699 активировал премиум на ваш канал адепты пришли к димаге он не готов на мэне три дрона минус уже но не более того и линги адептов хотят окружить но стрэндж уходит между прочим сейчас телепортируются на золото так сейчас ребят я просто в микшере потише сделаю браузер потише было баба ну что линги стоят еще то ждут их много ну а что они ждут то разработка завершена так ручь ворон на золото димага абсолютно верно рабочий перевел сейчас за диму не самый худший выбор дима я скажу прошу прощения чудом кем-то ораку успел отсюда скрыться 6159 пурабам так оракул здесь прилетает новенький оракул был ну королева то не одна их две оказалось что за фигня почему он отдался сейчас этот оракул один-то скрылся второго новенького прям стрэндж отдал сейчас не в тему линги приходят линги пытаются подвыть но адепты занимают позицию сейчас хорошо новые адепты готовы их уже много достаточно правда нету твой лайта и нету соответственно никаких скорости скорости атаки адептам отсутствует как грейс вот если стрэндж собирался такие выходы делать почему он твой лайт не делал просто не пойму адепты на мэне димага ручи разворачивает рабочие говорят не 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 дэвид блэйн не надо нам никаких тут адептов на мэне уехали вообще он докуда димага увел продолжается парад но роучи что-то много становится правда парабан стрэндж уже впереди телепорт на 2 базу а вот здесь адептов никто не ждал это очень плохо потому что рабочих 32 у димаги остается против 52 стрэнджа 52 стрэнджа и у стрэндж строит и имморталов и грелку это для чего это абсолютно очевидно для того чтобы встречать в димаге который ну как пить дать сейчас будет что ему еще остается делать к ему столько рабочих поубивали 36 рабов на проблевал сейчас стрэндж не действительно очень много так нет ставочек на этом турнире нету так кстати ты идею подал 4 нету садил удать ки бетовца может они на решающей стадии может быть запилят ставки какие здорово полу обупевший никнеймы у тебя как обычно так я наш чел то и и и и Так, ну что Прессует Стрэндж демагу сейчас Но по лимиту демаги больше Рабочих сколько демага остроил Офигеть, чудеса живучести Демонстрируют просто Так затерпел на адептах И так сейчас себя хорошо прям чувствует Видит Стрэндж где стоять демага Будет ли он дальше прессовать Думаю должен попрессовать На Ксилнаге нет никого Нужно либо отступать Либо прессовать телепортом Уходить Стрэндж предпочитает просто по земле уйти сейчас А вот это уже неожиданно Мутка полетел на мэнч что ли или что Похоже на туст Стрэндж потонки ставит Но у меня такое ощущение Что он не успевает их просто Подобавить сейчас Блин только доказан Плюс два делаются Фатонка одна только успела доделаться Нужно быстрее Стрэнджу на мэн Врываться мазеркором Уверчажи выставлять Два уверчажа Стрэндж выставлять Мазеркор можно отдать Сейчас нужно аккуратненько Рабочих потерял Ну вроде как мутку отогнал на первое время Что называется Дальше может как-то справиться Стрэндж Здесь три дарка заходят на четвертую К демаге Но спорка уже есть Стрэндж приходит Уходить надо Пытает спорку Успеет спорку Успевает спорку Демага вообще никак не среагировал Только сейчас Уверсир заказан В это время мутка продолжает харасить Здесь есть у нас Столки 1 180 146 Демага там задрачивать Что ли Что-то как отыгрывает Прямо Демага Внутри фатонки у Стрэнджа на второй И здесь мутка Остановлена уже Точно Нужна третья атака Видимо Стрэндж Учарзил кам готов Только-только Газ нужно устанавливать Фатонок Побольше в минеральной линии Мазеркор не сможет все прикрыть Один Хотя если он здесь Висеть будет То это место он конечно прикроет Но вот здесь Фатонок 0 Например С второй нужно уже сюда Робов перевести Конечно И Стрэндж делает выход Выход очень сильный Я бы сказал Идет Сервер есть Здесь Грелки есть Сруч Демага С Ксилнаги Отводят Сейчас Стрэндж как раз С Ксилнагой Хочет законтролить Видимо Демага понимает С какой стороны идет атака Стягивает до войска Но Посмотрите Боевого-то лимита У Стрэнджа Не меньше чем у Демаги А микс очень серьезный Я бы сказал Хорошие билды пошли Фаерболлов мало Было бы побольше Вообще бы хорошо было И Стрэндж Занимая хорошую позицию Сейчас начинает Демага здесь разваливать Билды вообще хорошие Идут Плюс 2 Плюс 2 По грейдам одинаково Но К сожалению Демаги не хватило Юнитов Сейчас он просто Разваливается Казалось бы Да Вроде как Начал тащить Уже Но Стрэндж собрался Просто Пошел вперед Законтролил Развалил Очень много личинок Здесь Демага понимает Что нужно отменять Отменяет Здесь у нас Дарф продолжает резать Плетку почти Срезал И Ходит Стрэндж На 2-ю базу Димит Это 1-0 Стоит не точно Ждем 2-ю игру Но Демаг достойно Держался Хорошо бился Стрэндж Так, ну отписал, человек мне сказал, если успеет запилить вставочки, но он там сейчас готовкой занят на кухне, поэтому помогает, поэтому, может, и не успеет, ХЗ. Не уверен я, Дима, инвайтит, спасибо. Кхе-кхе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Видно, что Димага и скорее играет, пинг не в его поле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А чё из Кореи-то? Может, из Папула-Новой Гвинеи? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, после Нексуса 2 Гейта Стрэйншпилит, стандартный достаточно билд, особенно на этой карте. Дима Пул, королева сейчас будет заказана, Хатап 17, а почему третью? Раньше Димага так любил халявить, не понимаю, почему он в лотве не использует какие-то билды, там 3 хаты, либо третья до готовности пула ранее, именно всё вот так вот играет, с мулом, прямо надёжно. Так, не надо в чате разводить. Вайлайтик пошёл. Второй урон Дима ставит. Надеюсь, третий Нексус будет. Стрэйн зайдёт, два пилончика сразу добавляют, он красавица. Соплайб лука пока нет. Парабам впереди, вторая база вовсю добывается. Будем бы, рабочие друг другу особо не мешают. Парабам вперед... Играет вовсю... Принкутрия... 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 Принкутрия. Принкутрия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Просто гигантское количество дронов Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вообще первый раз такой никнейм. А, немец. Интересно. Ну что ж, не только СНГ тащит. Скиллос уже Артура пробрил. Будем сейчас тренч против Скиллоса смотреть. Потому что у Тиран Вика смотрите в верхней части сетки, что за ад творится. Хэппи против Шему на ТВТ, то есть Тиран в полуфинале. Тиран Вик, Тиран ждет Хэппи Марина, либо Шахматиста Тиранов. То есть тоже ТВТ. В верхней сетке из восьми игроков шесть Тиранов и два Зерга. То есть полуфинал абсолютно точно будет ТВТ уже. Ну а снизу Тиранов нету. Уже точно. Здесь два процента. То есть финал будет ПВТ. 100% у нас сегодня. Так. Стрэнджу отпишем. Ну что, Скиллос против Стрэнджа будет. Так, а где у нас Мэйнчик? Где у нас Женя вообще? находится. Хм. 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 Где сейчас DMC? Я не знаю. DMC там после Ходса что-то подзабил. без понятия. сердце. Добавляю. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, полуфиналы мы посмотрим все по отдельности, ребята, абсолютно точно Что-то скинулся, Стрэнджу походу не найти Ну, кстати, чат проще сделали Это круто, что проще его сделали Все, с кем ты лично говорил, они вот здесь И каналы появляются сверху по отдельной строке Просто правой кнопкой можно выйти из всех разговоров Чтобы они не мешали, чтобы на тап удобнее переключать было Ну что, про Стрэнджа я был прав, что он выиграет Слайдер, я же говорил уже про запись Стрэнджа я был прав, что он выиграл Кстати, сейчас ГСЛ-запись я прям сразу проверю Если она вообще писалась ли Если есть, сразу сейчас и выложу Значит, ни хрена не открывается, правда Да, что-то есть здесь походу, это ГСЛ ГСЛ-запись я был прав, что он выиграл ГСЛ-запись я был прав, что он выиграл Так, запись выкидываю вам Жду плюсики на ГСЛ-запись, потому что нужно 10 Чтобы она на главной появилась, ребят Да, почему минус один было Либо какой-то придурок ставит минус по КД, либо я сам промазал, не знаю в чем там дело Я тоже заметил, что минусик был один 10 плюсов с вас, ребят Не ленимся Что-то ленимся пока Что-то ленимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Ну я кидаю в чате его, задержка же, ребят Вот сейчас увидите Выше смотрите Я кинул сразу полторы минуты Не синхронизер вам тут высчитывать Как броньку в куаке Спасибо, уже есть 10 плюсов, все нормально Просто я вам говорил, на мыле видите А на мыло сейчас приходит То, что записи выложены Сразу плюсик поставьте Не ленитесь Просто нужно 10, чтобы на главную она попадала Иначе другие просто тоже не увидят А так будут вам все благодарны Ну, все в порядке, поехали Бо-5 у нас, кстати, полуфиналы Так, мэджик решил Ну, Бо-5, так Бо-5 Не эксус первый, а Стрэнджи очень интересно У скиллоса тоже самое абсолютно Но на этой карте я заметил, что пвп вообще все не эксус любят ставить Плюсики видео ставить, ребят Ну, я не знаю, что Плюсики не найдете, где ставить, что ли Уже я вам показывал не один раз Там ДГ, кнопочка какая Там не написано плюсики и стрелочка И плюсиков там нет Так, нос закапал Да, и турнир вы можете тоже призовым поддерживать Я об этом говорил уже Ну, и меня, и мой канал, естественно По всем направлениям, как вы знаете Премиумы, отблоки отключены Поддержка реквизитом через плеер Или прямым Пелунчики минеральные Остальные линии от Стрэнджи пошли Точнее, пока только на мэйне, на второй Нету базы Саблай блока нет У нас Стрэнджи на три пробки впереди Хотя билды были абсолютно одинаковые Вот уже, посмотрите Стрэнджи на три пробки впереди Это хорошо Да, молодые играют Скиллосу оказывается Оказывается, 14 лет Скиллосу Вот Он выиграл Лайо, Арктура В четвертьфинале И уже находится в полуфинале нашего турнира Вот мы и смотрим Этот матч Спасибо За то, что 44 плюса Но главное 10 Потому что после 10 на главной появляется Остальное мне пофиг Мне, конечно, приятно Если там будет много плюсов Всегда Хотелось бы, чтобы они сами там появлялись Никогда я говорю, что надо поставить Но я все равно буду говорить Ну что Феникса строится У скиллоса Третий Никс Здесь тоже третий Никс Уже давно, кстати Третий Никс здесь запилен Контроль это адептами Сейчас оппонента своего Заходит прямо на хайграунд И он заходит, чтобы как можно дальше Иллюзии запустить Почему? Потому что будет разведка даваться Если их пускать вот отсюда прямо Ну вот досюда где-то Они долетят Там может досюда край Либо досюда А если пускать их с рампы Можно вон за минералы залететь Здесь все облететь А это визен Кстати, вот этот визен Это иллюзия адептов Халявная Если Как вот адептов Можно, например Как один из вариантов Опустить Сделать рейндж визена У иллюзии Небольшой Там Два-три Например Как бы Но Тогда Можно телепортироваться Ими Прямо в юнитах Оппонента Например Так Пилончик Сейчас трэнджа Пилончик Скиллоса Здесь А нет Пилончик Стрэнджа Стрэндж собирался Подкушать Скиллоса Скиллос Пилончик Обнаружил Но есть Призма Здесь Плюс Толкера И посмотрите Что Стрэндж Намеревается Сделать Он собирается Просто закрыть Судя по всему Оппонента На мейне Вот она Призма Летит Пошел Фил Через шифт Переблинг На мейн Просто великолепный Филд На рампу Но Уверчаж Кстати Выставляют Ну Фениксов Много Призму Сейчас Они Собьют Скорее Все Эти Фениксы Сентри Подрезаются То есть Не получится За раз Так Взять И убить Оппонента Абсолютно Точно Уходит Стрэндж Вниз Отменяет Варп Сталкера И на 20 Лимита Сразу же Проседает Потому Это Варп Сейчас Один провести В принципе Лимит Он поднагонит Но Все равно В минусе И здесь Такой Микс Который Хрен Продавишь Привет Гипердешевый Скил Икс Кью Привет Всем Ребят Призма На мейн Пытается Ворваться Фениксы Готовы ли Ее встречать Не знаю Пока Не готовы Нужно Что-то У нее Сразу Посадить Чтобы Вот так Укрываться Под блин Пуста Стрэндж Забрал Одного Феникса Второго Продемоджил Неаккурат Стрэндж Летал Ой Просискиллась Продемоджил Ну если Давать Вообще Точное Определение То это Была Разведка Боем Вот А если Б Был Грамотен То Молчал Б О том Че Не понимаешь Вот И не всегда Просто И так Исконтролить Ну что Адептики Стрэнджи Здесь Короче 6750 Его пользуют Парабам Вроде Как-то Не находил Не находил Уязвимое место Но все-таки Нашел И развалил Очень много Скиллс У рабочих Развалил 26 пробок Уничтожил Стрэндж Иппоненту Своему Горли Скиллс Выходить Атаковать Не думаю Минус Пилончик Плюс Два Архончика Еще Ну что Стрэндж Тоже Архонов Добавляет По лимиту Стрэнджа Больше По боевому 89-85 Пользу Стрэнджа Но Стрэндж Та дома Сидит Сидит Здесь Только Пилонов Четыре Штуки Представьте Этой Четыре Пушки С тридцаткой Деменджа Пошла Атака Стрэндж Выставляет Уверчаж На три На пилон Четыре Ну даже На три Пилона Это жестко На самом деле И конечно же Стрэндж Здесь замечательно Дерется Плюс Дарки Приходят А об серверов У Скиллса Я здесь Не наблюдаю Это 1-0 Это 1-0 В пользу Стрэнджа Стрэндж Уверен В себе Стрэндж Силен Тоже Игрок Молодой Но уже И опытный Очень Даже Потому что Сколько Стрэнджа 18 Сейчас Как я понимаю Красавчик Короче Развалил Скиллса Но Скиллс Все равно У нас всех Удивил Меня По крайней мере Может не всех Он ревчик Уже знал Видимо Наладарит Страдает А может быть И нет А все Это в интерфейсе Уже Стрэндж Жду Инвайта Жду Следующую Игру Бот 5 У нас Надо Помнить Об этом Тут еще Не все Потеряно Далеко Стрэндж Продолжение следует Продолжение следует... 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 И сталкерами он это-то как раз и делает. Ну что, скиллс будет на мейн залетать? Не знаю. Собирается залететь сразу два оверчажа. Оп, предупредительно. Даже три. Ходор поддержал ваш канал на сумму 3 140 рублей ровно. Оп, неожиданно, Ходор. Разорвал тишину. Спасибо тебе. Вот это врыв. 3 140. Приятный момент. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Так, фениксы висят здесь на 12. В это время Стрэндж иллюзиями разведывают. По рабам 68-67 практически одинаково. По лимиту, по боевому тоже практически одинаково. И общие лимиты тоже практически одинаковые. То есть, и грейды близки, и архивы темпларов одновременно почти. Плюс один у Скиллса доделывается. У Стрэнджа плюс два заказано. Вот единственное преимущество. Тоже плюс два пошло. Плюс атака на воздух еще тоже. Лимиты вообще один в один пока идут сейчас. Спасибо тебе, Ходор. Еще раз. Резвый врыв. Все пригодится. Ходь, конечно, я уже сборы эти закрыл. Все больше нафиг. Все, брат, все есть. Но совершенно не лишним будет. Так как уже переезды предстоят. А в голову квартиру как-то не очень. Плюс 30 лет. Плюс Коресло с вебкой надо брать. Так что тут просто дичь полная намечается, я вам скажу. А самое главное то, что я болен, к сожалению, на данный момент. Но надеюсь, скоро поправлюсь, ребят. Ну, стримов... Стримы в любом случае будут. Сейчас много... Сейчас много будет достаточно турниров всяких проходить. Поэтому приходите, смотрите. Надвигается Стрэндж вперед сейчас. Довар, взялков, архончиков сливает. Микс. Давайте посмотрим, что за микс. 5 архонов, скиллос. 5 имморталов. У Стрэнджа 4 архона. 2 имморталов. У Стрэнджа много сталкеров. У Скиллоса особенно учитывая, что он дома рядом с пилонами будет обороняться. Микс-то значительно лучше, чем у Стрэнджа. Потому что хрупенькие сталкера, на самом деле здесь не сильно это решать будет. Хотя, вот здесь позиция такая будет в пользу Стрэнджа. Скиллоса юниты где-то сзади тупят. Все дерутся криво. Делки вперед пройти не смогли. И за счет Стрэнджа Стрэндж потушил сейчас всех делков. И архоны затанковали просто замечательно. Ну, Стрэндж... Вот если бы Скиллос имел хорошую позицию, он бы своим миксом вот это все в хлам бы развалил. Но так Стрэнджа позиция была более хорошая. Даже в обороне Скиллос умудряет каким-то образом тут развалиться. Причем лимит его уже меньше. И такое ощущение, что Стрэндж прямо сейчас продавит. Призма здесь есть, но продавит ли это уже вопрос другой. Здесь в принципе юниты строятся. Это Мортал еще выходит. Ведь есть же архивы темпларов. Почему Скиллос архонов не наварплют? Смотрите сколько газа. Здесь плюс три архона можно тупо сделать. Сейчас Стрэндж наварпит и уже поздно будет тогда. Так, нужно сливать быстрее. Сливается одному. Не хватило пары парню. Погуляет пока. Верчажа почему Скиллос не выставляет? Стрэндж заходит в другого направления сейчас. Чуденый верчаж пошел. Отступает Скиллс немножко назад. Нужно и Мазеркор здесь обязательно заказать. 103-140. И как-то на ровном месте дайте гейты посмотрим. У Стрэнджа девять, у Скиллоса восемь. И там одинаково почти. Не должен быть такой перевар жесткий. Давай, у Копа идет Стрэндж Сталкер. Просто замечательно контролит. Архончиков тоже расконтроливает. И без потерь практически дерется. Знаете, как Стрэндж грамотно дерется? Потери на 4К меньше. Ну что ж, молодец, что я могу сказать? Стрэндж грамотно дерется. Ну что ж, ждем следующую игру. Третью. Ну опять же все-таки у нас. Да, стрим будет всего турнира. Принял я решение пока. Ну не стримить эту лигу. Почему? Потому что... Как-то здесь игры покруче. Что-то здесь игры. Принял я решения. Ощущущаяótно. Принял я решения. Стрэндж грамотно дерется. Трэндж грамотно дерется. Ну не стрим... Продолжение следует... 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 Приходит Стрэндж Очень большие проблемы Обратите внимание 4 сталкера Нексус почти что упал Мазеркор восстанавливается Нужно Нексус пытаться отпокусить Что Стрэндж делает сейчас 4 сталкера в 4 сталкера Поэтому Нексус навряд ли получится Запокусить сейчас Стрэнджу Нужно уходить Здесь еще и Мортлый есть оказывается Нужно пробку увести Так, Бризма, Стрэнджа Вот эта игра уже очень плохо началась Потому что Нексус выжил И вообще все плохо Так Минус АДП Стараем сделать Нексус ставится Полетел вперед Хочет Филд Видимо Филдом заброшить рамку И зайти сейчас Но дома-то как отбиться Вот от этого выхода Выход тоже очень серьезный Двигается вперед Нужно уходить Можно за это конечно здесь Захарасить Попытаться Но здесь пилоны есть То есть Уверчажи тоже получается Доварф на мейн пошел Плюс 2 Озелка Нужно пилончик на гейтах Сейчас сбивать Стрэнджу Что он и делает Призму нужно законтраливать Законтраливает Сентриев Призму Сейчас Стрэндж Хорош Молодец Здесь заходит У нас Уверчаж Заходит сейчас Наверх На хайграунд Скиллос Нужно уводить Этот мазеркор Сейчас обязательно Стрэндж в это время Пытается развалить И разваливает Но уверчаж Точнее до варфа Нужно домой Единственное дело Сейчас обязательно Сегодня уж не буду пилить Завтра запиливаю Обязательно Этот Поддерживающих Текстом Просто Здесь вот Вовсе Настроил Все это дело Ну Стрэнджер 25 на 41 Побеждает у нас Размачивает счет Сейчас Соответственно Скиллос Нам четвертая игра Нужна Топ Поддерживающий Сегодня Что-то забыл Все давно Я забываю Это дело Запилить Завтра Разберемся С этим моментом Захожу В игру Так Секундочку Перезвоню я Быстренько Быстренько Ежем Поддерживающим Дальше Темною Ежем Настроил Продолжение следует... 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 Ну что, Стрэндж пытается пилончиков наставить, чтобы отогнать Скиллоса. Ситуация одинаковая. Практически у Скиллоса тоже есть пилончики, с которыми он пытался сейчас Стрэнджа запрессовать, но тут перестрелочка конечно идет, но Стрэнджа есть еще пилоны. Стрэндж Мазеркор Скиллосу сбил, что является ключевым моментом сейчас. В это время Оракулы на Мэйне харасит очень жестко. У Стрэнджа 16 пробок на 22 пробки Скиллоса, но Стрэндж убил еще 10 алкера, возможно еще одного убьет. Нет, этот все-таки уйдет на желтом ХП. Но Стрэндж развернется, он заберет сейчас два пилона еще абсолютно точно. Оракул здесь пытается прохарасить пробок. Прохарасил 9 пробок Стрэнджа на 23 Скиллоса, а вот это уже совсем перебор какой-то. Сейчас Стрэнджу всеми силами нужно пробки, конечно, восстанавливать. Здесь у нас еще один Оракул живой. Стрэндж понимает, что сейчас может Сталкер, точнее, при отсутствии Сталкеров, может он потерять на Мэйне, просто еще пробок много. Здесь еще Оракулы добавляются и Мазеркор. Очень похоже это, конечно, на А2-2, но еще рано об этом говорить, потому что с двух Нексусов Стрэндж, конечно же, быстрее будет пробок восстанавливать. То есть, нужно прикрыть вторую базу еще. Оракулы пытаются развести. С другой стороны еще один Оракул. Сейчас с одной стороны будет отманивать у нас Скиллос и нападать Оракулом в это время на Мэйн. Нужно сейчас развести, просто-напросто Сталкерами прикрыть вторую. Здесь уже энергия есть на два оверчажа. То есть, здесь уже можно безопасно себя сейчас Стрэнджу чувствовать. Дистанц майнинг там от Скиллоса. Нет, Стрэндж не получится ему нагнать прям оппонент своего. Оракул проверяет, видит, что пробок нет. У Стрэндж все на Мэйн сейчас посылает, потому что удобнее прикрыть Мэйн именно. Правильно делает. Так, Оракул что-то тут хитрит, шакалит, летает. Но 22-29 это уже не так критично прямо, как до этого. Был ревелейшн на Мэйн пошел. Здесь Оракул врывается, пробочка минус. Нужно встать минеральную линию и не париться уже. Мэйн пошел. Оракул врывается. Оракул врывается. Субтитры сделал DimaTorzok 38, парабам, залетает ещё раз скиллос, пытается Стрэнджа прокарасить, но одного Аракула Стрэндж забирает, но парабам, то есть, провальная ситуация, вот уже на 11 меньше. Где же уже третий Нексус пошёл, причём никак на это не ответить-то Стрэнджу особо, но я вижу, из интересных моментов, сейчас робо-бэй у Стрэнджа, то есть, он у дестабилизаторов хочет выйти, вот это шанс как-то пропушить, может быть, третью базу с дестабилизаторами, пару удачных выстрелов, может перевернуть ход битвы, но перевернёт ли это уже другой вопрос, конечно. Большие у меня сомнения по этому поводу, можно иллюзию Стрэнджу послать, хотя у него и так информация, а вот она, иллюзия здесь и летит, ну, информации обсервер здесь давал немалую. Я думаю, Стрэндж прекрасно понимает, что чем дальше, тем больше он будет отставать. За счёт третьего Нексус, за счёт того, что рабочих меньше, ну, первый дестабилизатор, что делается, блинг. Скилла с дестабилизаторов вообще не строить, потому что его подвести этот момент очень сильно, причём, потому что если прийти сюда с двумя-тремя стабилизаторами в битву, а здесь ничего не будет, и здесь не будет ещё прям гигантского преимущества по лимиту, можно и развалить на самом деле. Стрэндж сам третий Нексус тает, но Стрэндж сможет нагнать оппонента, вот за счёт таких третьих Нексус только, если он как-то хорошо подерётся, а подраться он может, например, вот сейчас, когда скиллос поломился, отменять ему третий Нексус, и это, конечно же, это может зарешать. Мазеркор с Мэйна не убрать, потому что Оракул здесь есть, иллюзия Архона, причём прекрасно сейчас скиллос видеть, что это иллюзия для ревелэйшн, нет, ревелэйшн же вижен даёт. Ну, поспешил Стрэндж, дестабилизатором стрельнул в молоко в итоге, агрессивный блинг вперёд, где дестабилизатор неплохо так стреляет Стрэнджа, пару, в чём не пару, а 4 сталкера на хайграунд на мейну ходят, Стрэндж пытается биться, дестабилизатор обтял, 94-65 по лимиту, и скиллос тут разваливает своего оппонента, причём и прирост туда подводит, ещё и два гейта не открыты до сих пор, если будет открыт, вообще будет жёстко. Короче говоря, ну, скиллос не даёт Стрэнджу ожить, и он абсолютно правильно делает, если бы он в покое его оставил, сейчас дестабилизаторов всё больше и больше было, третий Нексус, и там бы уже всё не так было бы замечательно для него, т.е. тайминг он атаки правильный демонстрирует двух, тем более при таких, ну, не дико больших армиях, дестабилизаторов бояться сильно не стоит, тем более когда есть блинг, просто выманиваешь выстрелы, уворачиваешься и ломишься вперёд, так как у тебя колоссальное просто преимущество есть. пытается скиллос сюда прийти, у него два феникса, между прочим, есть, а феникса значит, что можно поднять дестабилизаторы и выстрелов не будет. Су-21 на 76 по лимиту, да нет, здесь Трэндж уже не вытащить, это абсолютно очевидный момент, тем более, мейн кончается, не-не-не, здесь даже чудо-выстрелы не помогут, даже если тут вот эту армию против этой вровень разменяют игроки, то скиллос восстановится гораздо быстрее, это очевидный просто момент. Стреляют дестабилизаторы по эморфу, двух эморфу Трэндж проблевает, но выстрелы все кончились и это не спасёт, не знаю, что скилл ждёт, ему просто на хайграунд заходить и поднимать фениксами вот этих товарищей, даже пофиг феникса, что погибнут, они главное, чтобы слишком много здесь не убили, так, фокуснул Арахула, Стрэндж вроде как, ну и скиллос 100 решил отойти, нет, он просто решил чуть подальше отойти, по лимиту в боевом 56-77, парабам, по всему больше скиллоса, Стрэндж всё-таки пытается в третий нитус выйти, тут подходит и подходит лимит, всё, зелки, иммортала новая, нужна Бапиллон где-то поближе, причём лучше вот с этого направления запилить, чтобы до варфы были, меняет третий нитус скилл, Стрэндж всё отменяет, естественно, ну на хайграунд пока не решается лезть. Ну что, пошла атака, фокусит Стрэндж фениксов сейчас, здесь стабилизаторы стреляют, ну там по нескольким юнитом буквально, они стрельнули, скиллос идёт вперёд, Стрэндж падают, сталкеры падают, дестабилизаторы падают, имморталов 5 штук уже, это просто невероятный демэдж, дестабилизаторов подряжает, скиллос мойку, третий нитус отменён, 69 на 110 по лимиту, сталкер не смог уйти, имморталов всё равно пристрелил, вот это уже хоро, ой, вот это выстрел, 4 иммортала, посмотрите сколько демэджа получает, было бы 2 минус 4 иммортала было бы, ну естественно дестабилизаторы иногда чудеса творят, но не всегда и не против любой экономики, против такой как у скиллоса сейчас тут уже даже не помогут они, к сожалению, тем более они тоже гибнут постоянно, а юниты не дешёвые совсем. Да и не всегда попасть можно, ну вот Феникса поднимает дестабилизатора, сзади ещё 2 есть, спешит стрелять, вот только сейчас стрельнул, скиллос очень грамотно, смотрите, отходил назад, потом, ой, минус 4 иммортала за выстрел, вот это царь выстрел, конечно, был, потом сменил направление движения наверх просто и промазал скиллос, промазал стрейндж, прошу прощения, это грамотное было решение, то есть сменить направление движения, не тупо убегать от снаряда, а сделать муф либо навстречу, либо вбок от него и это сработало. 137-165, стрейндж не сдаётся, не сдаётся, но здесь уже ничего не поможет, уже сейчас, уже 100% ничего не поможет. Субтитры сделал DimaTorzok Привет всем, ребят. Привет всем, ребят. Привет, спешит. 2-2. Привет всем, ребят arkadaşlar. Продолжение следует... Так, инвайт пошел на решающую игру, запрыгиваю. Так, инвайт пошел на решающую игру. Поехали. Скиллос-то не прост. Теран Вик будет с хэппи биться в полуфинале, но это после этой игры. У тебя тоже полгорыч с Новым Годом. 2-2, ребят. Поехали. Рождественский турнир от Мэйджика. Рождественский турнир от Мэйджика. Ну что, пробочка спускается. Мне Эксус заказывает скиллы. Стрэндж тоже они Эксус заказывают. Оба до Кибернетки это делают. Так, второй газ Стрэндж пилит или что здесь? Нет, Стрэндж пилит пробку, потому что он не может запилить как раз-таки второй газ. Ну, нужно вывести еще одну пробку. Конец, запилил второй газ. Все нормально, начинается добыча. Второй пилончик на Мэйне пошел. У Стрэнджа, кстати, соплайблок сейчас будет абсолютно точно. Пока за пробкой гонялся, здесь же соплайблока я не вижу, чтобы был. Да, вот смотрите, соплайблок у Стрэнджа. Хотя у него на пробку больше, чем у скиллуса. Но если бы не соплайблочил, мог бы еще вперед вырваться. Стрэнджа. Второй адептик строится. Здесь один идет адептик от скиллуса вперед. Пилончики у минеральной линии, чтобы, естественно, Харас весь пресечь. Старгейт, Старгейт пошел. Старгейт, Твайлайт. Вот уже разница, в общем-то. Здесь Блинк, там Фениксы. Оба пошло Стрэнджа. Ну, кто победит? Более опытный уже Стрэндж на данный момент. Или молодой Скиллос, ПВП. Счет раны. Напомню, Стрэндж вел 2-0. Сейчас Скиллос победит, это в 14 лет. Комбэщить так, это... Пф, серьезно. Я вам скажу. Адептик на хайграунд. Неплохо по Стрэнджу пришел. Ну, 3 пробки минус, ну, но больше навряд ли получится. Да, по одной только успел выстрелить. Замахивался уже Адепт, но не успел еще один выстрел сделать. Скиллос немножечко в плюсе в итоге. Здесь у нас Сталкеры отогнали Оракула. Все в порядке на Мэйне Мазеркор. Ура-бам. 4 пробки забрал Оракулом Скиллос. 3 Стрэндж двумя Адептами. Но Оракул-то не погиб, в отличие от Адептов. Спасибо, Спарки. Я уже все сказал по этому поводу. Мне больше добавлять нечего. Видел, что-то там в теме про Титана писали сегодня. Ну, завтра Титан, говорят, зарегистрировался в отборочные Дримхака, между прочим. Вот, которые я буду стримить абсолютно точно. Прогресс наступает в наших, конечно, отношениях с Близзардами и со всякими турнирами. Человек от Близзардов. Плотную, наконец-то, появился такой человек. Потому что, ну, ESL-ы, то, те, кто раньше Близзард представляли в СНГ, их нахрен гнать надо вообще всех. Ну, потому что они мешали Старкрафту развитию всегда. Сейчас же хоть начали, как бы, этим заниматься. Минусы Мортал. И теперь уже официально и в отборочные пускают, и официальный будет у нас стрим. Причем все будут стримить, правда, по клинфиду уже финальную стадию Дримхака, но групповую стадию раннюю будут стримить все, как я понимаю. То есть, в этом плане очень много позитивных сдвигов, я вам скажу. Буду вас информировать обо всем, обо всем. Ну что, скиллуса лимита больше, рабочих больше. Стрэндж пытается как-то восстановить паритет или даже заполучить преимущество. Вот он собирается в связи с этим сталкерами на мейн вырваться. И, между прочим, скиллушка совсем не готов к этим сталкерам. Ну, так, ну пока Стрэндж пилон выбивает, лучше бы на мейн зашел реально. Пытается грелку подпокусить. Чуточек не получилось грелку впускнуть, но можно на золото спуститься вниз. Хорошая разводка от Стрэнджа пошла. Мазеркор подрезает, уверчажей больше не будет. Один и уверчаж не способен, тут сталкеров так сбрить прям жестко. Грелка минус, пробки минус. 51 на 58 уже в пользу Стрэнджа. На золоте рабочих у скиллуса вообще не остается. И можно на мейн сейчас еще зайти, и пробки тупят что-то. И еще сталкеров 4 штучки приходят. Врывайся не хочу. Здесь у нас Оракул был сбит. Сам скиллус тоже тут наубивал, но не настолько много, как Стрэндж. У Стрэнджа уже преимущество. Я не понимаю, почему Стрэндж остановился сейчас. Вот этими пятью сталкерами можно было вот сюда заблинкнуться, начать здесь убивать. Отсюда бы скиллус ушел. И четырьмя вот отсюда подходящими можно еще здесь бы было брить и брить. Уверчажей-то не... А, Стрэндж решил, что всеми будут на мейн врываться. Ну, тоже интересное решение. Здесь всего один Иммортал. Выманил. Выманил поля от Иммортал. Посмотрите, Стрэндж сейчас минусует пилон. Так что верчаж не поставить будет. Ну, там и Мазерпура не было в итоге. Так, здесь есть один Иммортал. Ну, нужно уходить на золото, что и делает Стрэндж. Поля выманивает в это время, сталкеров спустит. Но скиллус одного же контролил. Кстати, давно ли у скиллуса блинк не обращал внимания, почему он раньше-то не контролил так. Сталкеров. Или просто Стрэндж сталкеров не атаковал, скорее всего. 99-91 по лимиту. Стрэндж агрессивничает своими блинками. Вот это уже было очень опрометчивым ходом. Так, сталкеров натерял. Лимит в итоге ровный. Но экономика у Стрэнджа хотя бы получше. Здесь 4 Иммортала, не законтроливает Стрэндж. Простите, 4 сталкера не законтроливает. Минус 4 сталкера просто. Практически на ровном месте. Лимиты уже равные. Боевого у скиллуса больше золота добывается. Предельно внимательно нужно быть Стрэнджу. Скиллус проверяет, где что у нас. Пилон находит сразу. Стрэнджевский, понимая, что где-то здесь что-то будет... Откуда-то варф здесь ведь шел. Плюс с адепты, плюс с энтри. Плюс 2 у скиллуса. У Стрэнджа... Ё-моё, у Стрэнджа только плюс 1. По грейдам вообще печаль. Сейчас Стрэндж с нулями будет драться против 2 атак скиллуса. А это уже совсем печально. 122-108. Но за счет боевого преимущества. По боевому Стрэндж отгоняет. Скиллус боится. Видишь, здесь много всего. Естественно, идет фокус эморт. Ну, нужно аккуратнее быть. Нужно отступить, если не уверен в своей атаке тоже Стрэнджу. Но Стрэндж уверенно прямо вперед сейчас двигается. Я вам скажу, нужно ли ему это. Так, ломится сейчас. Тут 287 по лимиту. Да, Стрэндж впереди. Ну вот, пошли филды, посмотрите. Стрэндж в ответку свои кидает. Сталкеры новые и новые подходят. Рядом с уверчажами. Но не под уверчажами дерется у нас в итоге Стрэндж. Агрессивный блинк на эморталов. Ну и что, эморталы поля врубили. Все. Печаль. Нужно отступать, конечно же, Стрэнджу. Эморталы полей нет. Агрессивный подблинк. Еще сталкеры от Стрэнджа приходят. Эморталы фокусит раз. Эморталы не получается фокуснуть. Скилл сдавит очень жестко. Ошибка от Стрэнджа абсолютно очевидная. Очевидно, и по лимиту он вообще на 20 сейчас проседает. Рабов имея больше, то есть боевой более чем 20. Преимущество 56-39. В данный момент сейчас уже не такой гигантский. Сейчас Архонов скиллос надобавляет. У скиллоса уже третья атака пошла. Посмотрите, у Стрэнджа только плюс один. То есть преимущество здесь целиком и полностью на стороне скиллоса. Насколько я понял, отборочный завтра в 14.00 на Дримфак стартует. Так что кому вообще интересно, участвуйте сами, ребята. Там очень много будет игроков. Как Бзик сказал, 21 только там СНГ-шник присутствует. Приходит Скиллос, разваливает армию Стрэнджа. Ну, у Стрэнджа есть два Дарка, но они реально не спасут его. Хотя, посмотрите, здесь-то контр-дроп тоже Дарками хороший. Фатонка всего одна и, между прочим, без вообще полей Дарк прилетает. Минус Фатоночка, нужно все здесь развал... А, вот, Апсервер прилетел наконец-то. А так как Апсервер прилетел, это значит, что Стрэндж... Ну что, Дарк тупит. Тупил-тупил Дарк. Не законтролил Стрэндж, ошибка явная была. Здесь четвертая, кстати, золота у Стрэнджа готова. И посмотрите, какая хорошая ситуация по лимиту. Нужно вот эти все лишние пробочки. Вот отсюда можно штуки три перевести. Отсюда абсолютно очевидно вот эти пять лишних. Плюс отсюда уже Стрэндж перевел. То есть, плюс к этим и газы раскачать. Это золото очень хорошо окупается. Очень быстро сейчас. Плюс три скоро у Скиллоса будет готово. У Стрэндж только плюс два. Аркон и Мортл и все здесь есть. У Мазеркора очень много энергии. Если Скилл сюда поломится, у Стрэнджа будет шанс отбиться абсолютно очевидный. Ну вот куда? Вот нахрена Стрэндж делает с Талкеров? Для меня просто непонятно, не очевидно. В Уверчаже все не выставил. Даже на все пилоны. Вот еще один из Уверчаж. Что ж ты Стрэндж делаешь-то такой? Надо все было выставить Уверчажа. Ну что, здесь имморталы дерутся. Вообще замечательно. Пробок Стрэндж вынужден взять. Но пробки-то помогут сейчас отбиваться. И очень хорошо помогают. Имморталы падают в ночку. С Талкерами агрессивный блин вперед. А Стрэнджа пошел. Имморталы подфокусил. Еще одного Иммортала зафокусил. Неужели переворот? Скилл полез сейчас. Развалился. А у Скиллса, а нет, четвертая есть. У четвертого у него не золото. То есть оно не настолько эффективное с меньшим количеством пробок. Газ косячный вот здесь вот добывается еще. Почему-то, посмотрите, по два рабочих. И здесь добыча очень слабенькая. И базу эту просто выбить. Тянет к центру ближе. Что Стрэндж собирается делать, насколько я понимаю. Да, заходит на хайграунд. Ну, уходить от сервера. Укуснул оппонента. Уходит ценой сталкера. Ну, опс, это важный момент. Здесь Оракул прилетает, четвертый напрягает. Какой экшен. Какая крутая игра. Скиллс-то молодец. 14 лет, офигеть. Держится и держится. Стрэндж, конечно, молодцом. Тоже молодой, еще не игрок. 18 лет. Ну, Скиллс прям тут радует. Прямо радует его игра. Тоже не сдается. Косяки хоть и есть, но старается исправлять. Стрэндж тут рядом. Ой, как Стрэндж заплутал. Вот что эти имморталы? Ладно, сталкеры. У них-то, блин, они свалят, если что. А что здесь три иммортала-то делают? Ё-моё, как взялки сейчас их распотрошат. Ё-моё. Стрэндж, зачем ты пришел? Без мазеркора? Без чего-либо? Стрэндж сюда очень грамотно, скиллс окружает. Стрэндж попадает в ловушку. Это такой фейл. Куда ты пришел, Стрэнджик? Ну, зачем? Ладно, стал старкером и харасси иммортала. Кто нахрена привел еще четвертый? Четыре иммортала на ровном месте сейчас могут быть потеряны. Три уже минус. Да и этот никуда не денется, уже он взялки прыгает. Ой, взялки, какие злые. Минус иммортал. Ну и все, и че? Ну, адепты, а где четыре иммортала? Было пять, а так один остался. Пошла атака, оверчажа на пилона. Здесь разных, там, просто скиллса юнита забегают. Неужели развалит скилл с Стрэнджа? Стрэндж начинает резать на четвертой базе здесь. Ну что, ударки и минус. Ну что, скиллс опять в атаку пошел? Стрэнджа постоянно больше по рабам, но постоянно меньше при этом всем по боевому лимит. Ну, кстати, адептов то, что Стрэндж наделает хорошо, так как зелков здесь с перебором, я вам скажу. Ну, блин, адептов только сделать и не сделать за 100-100 грейд, который 45% скорости атаки им дает. Ну что за ошибки-то такие, Стрэнджа, глупые. Ну, хотя скиллс наломился и позицию адептов просто царская. Я даже не боюсь представить, что бы было, если был бы грейд. Скиллс в итоге отдается как-то здесь. Ну, по лимиту все ровно. Ну, у Стрэнджа больше рабов. Ну, у Стрэнджа кончаются базы. Здесь-то база не золотая, она дольше прослужит. Пытаются зайти скиллс на дальнее золото сейчас. Наломывается. Патронка моментально уничтожена, естественно. Ну что, 86-75, Стрэндж скиллс разваливает в итоге. Каким-то образом непонятно, как вообще это стоит. В этой игре тысяча переворотов было. И еще до сих пор скиллс сможет, такое у меня ощущение складывается, как-то тут побиться. Но вот если последнюю базу ему эту отменить, то все, беда, конечно. Ну, Стрэндж блочит снизу добычу. Правильно, что на хайграунд не врывается. Даже двух сталкеров не нужно было сюда приводить. Это не нужно. И может быть, развалит. Подходит скиллс. Пытается тут драться с хайграунда. Но не очень-то хорошо получается. Зилки бегают, просто тупят с хайграунда. Там очень интересно, 30 лимитов уже разница. Ну и последняя атака, видимо, от Стрэнджа. Гэпи щит скиллс, понимая, что... Нет, ГГВП, я не понял уже, что скилл эту игру. Но молодец, все сделал манерно. ГГшечку отписал. Ну что, хэппи теран вик. Идем к хэппи сейчас. Я прыгаю. Согласен, Джон Джон. Месилово, что надо. Надо. Согласен. Месилово. Согласен. Согласен. Месилово. Идем к хэппи. Идем к хэппи. Идем к хэппи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И он держит СНГ, короче Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за поддержку колокольчиков Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Прошу прощения! Просили помочь! Быстренько через онлайн 개 сделал все запилил Что нужно Бо 5 Хэппич против Тиран Вика полетела, ребята Дубимец публики Хэппич император Будет релеять В небе либератор, вот это уже другой вопрос Конечно, Тиран Вик контролит Випера не подставляет, чтобы его просто Так не фокуснули, но Хэппи все равно Метким выстрелом отфокусил Беднягом Тиран Вик, что думал, что Хэппи Не внимателен, да и император Внимательнее всех внимательно Ну что Хохорасил Хэппич двумя риперами Но на двух рабочий сирот встает Тиран Вика больше и лимита Обе лута, а у Хэппича циклон Здесь тоже циклон пошел Медилаг строится, здесь настолько Только Старпорт, но у Хэппи третий ЦЦ, в принципе, на перспективу У него все лучше в экономике Соответственно Системы работают нормально Бегом, марш! Исэп готов! База атакована Исэп, кому навешать? Все нормально, Ленку сейчас запилим Треть ЦЦ почти готова Тиран Вик тоже третью встает Бараки добавляются Здесь уже танк делается Викинг делается Дроп восьми мариков идет Сейчас от Тиран Вика Нужно буст рубать, нужно прямо на этого циклона Дропаться Тиран Вик не решился Кстати говоря Здесь Викинг Хищник Вот Хищник Нужно дропать мариков Сейчас начинать Иначе Хэппи не отпустит Хэппи не отпускает Медилаг дропает Конечно, Тиран Вик дропает Викинга отогнал Молодец Сейчас нужно еще раз Так, все нет Улетел В итоге Тиран Вик Здесь у нас Викинг летит Сбивать Викинга Но в итоге Сам оказывается Сбит Хэппи Ну, циклон Вообще не отпускает И садится Вообще не выход Ему пофиг Наземную долбить Или воздушных юнитов Захватом своим этим Ну, если бы сюда долетел Тиран Вик Конечно, он убил бы Викинга Потому что он Дэмэдженный был От мариков А там Зелененький летел Но в итоге Потеря Викинга По лимиту Хэпч Парабам Впереди По боевому Тиран Вик Ночкой впереди ЦЦ К нему тоже готов Будет перелетать Или нет Что-то не понимаю Пока Музы выкидывается Да, полетел Дичайшего Прямо отставания Парабам Нет Но есть уже Небольшое Плай уже Императора Не хэппи Ты расстраиваешь Скилоса И чатик Весь Зонный крафт Ну и конечно же Хэппи Такими Прямо Заявлениями Опасными Трудовым подвигам Готово 102 Стоп По лимиту Здесь у нас Две лаба Ребят На барак Три реактора Три реактора 137 136 Вообще Один в один По лимиту Уйдут Сейчас Готовятся Оба К выходу Что хэппи Что теранвик У теранвика 2-1 Грейды Делаются У хэппи Уже 2-2 То есть У хэппи 1-1 Есть Ну теранвика Тоже Уже Более чем Наполовину Армор Готов Но еще Почти минуту Ему делаться То есть Может хэппи С преимуществом Подраться Ну и что Самое главное Теранвик Что-то у себя Танка вообще стоят здесь Вот на хайграунде Зачем-то Непонятно Зачем Медиваки пустые Здесь хэппи Заходит Вот он Резко может Отсюда Вот отсюда Вот сюда Прийти Теранвик Может просто не успеть Среагировать Смотрите Сканет Теранвик Пошел вперед Танки Засиджил Раньше чем хэппи Марики Приходит У теранвика Стимпак Не готов Вот где Я не заметил Даже этого момента Что стимпака Нет Но теранвик Без стимпака Даже хэппи Развалил Сейчас Жесть-то Какая А знаете Почему Потому что Танки Где-то Секунды На три Раньше Ну не на три Вру На две Секунды Дропнулись Раньше То есть На где-то Один залп А то может быть Даже и два залпа Они больше дали Чем хэппи Это то и предрешило Исход битвы Плюс здесь Спустился В нормальной позиции Теранвик По лимиту Впереди В итоге Стимпак Скоро будет готов Второй Армор заказал Плюс один На технику Там и там Готов Смотрите Вот один в один Смотрите Что хэппи Что теранвик Блин Ну Вообще Игрок Перспективный Молодец Хорошо играет Теранвик Даже если Представить Что Теранвик Кат Там Но Хаком Был То Исполнение На данный Момент У него Одно Из лучших В СНГ Сейчас Просто Просто Он очень Четко Отыгрывает Не стесняется С хэппи На равных Биться В плане Контроля Ну Конечно же Хэппи Его переконтроливал Зачастую В предыдущих Матчах Но По лимиту Теранвик По экономике Всегда больше А вот Сейчас Ошибка Теранвика Была Вперед Поломиться Но Мариков Больше Было Поэтому За счет Этого Продержался Теранвик В принципе Так Танки Живо Циклон Вперед Полец Развалит 129 135 Мариков Не осталось Прогнал Хэппи Сейчас Четвертая База Добывается Рабочих Право Теранвика Меньше Хэппи Так Ну как Исправил Залипнуть Да Сейчас Хэппи Грейды Делает Но Главное На крупных Турнирах Это делать Когда Ты Нервничаешь На ВЦСах На Ланах Вот Что Главное У корейцев Нет Разницы У Прошу Прощения У них Везде Одинаково Все Делается В этом И Сила А Теранвик Случайно Барак Со стимом Поднял Прошу Прощения Этого Даже Не заметил Посмотрите Лимиты Равные В итоге Единственное Что По Грейдам Теранвик Сейчас Будет Очень Скоро 2-2 В 3-3 Драться А это Блок Так Хэппи Уходит Один Залп От танка Прошел Сейчас Но Не Более Того Теранвик Забил Райт Все Танки Мариков Вылечил 3 Сенсор Таура Посмотрите Каким Чебурашкой Просто Стоят Голова Как уши По размеру Неправильно Тоже У Хэппи Один Сенсор Таур Экономит Экономит Хэппи Казну Не Разбазаривает Сенсор Таура Это Вещь Полезна Так Теранвик Пытается Хэппи Отгонять Вообще Вровень Сейчас Игра Идет Абсолютно Вровень У Хэппи Посмотрите Плюс 2 На технику Есть У Теранвика Через 6 секунд Только будет Ну что Позиционно Пока идет Война Хэппи ЦЦ Прямо рядом С битвой С этой Строит Сейчас Теранвик Хочет Отогнать Хэппи Но не так То просто Взять И отогнать Хэппи Главное Хладнокровие Я вижу Что Хэппи Хладнокровен Ну идет Вперед Теранвик Но он Контролит Отлетает Подлетает Теранвик Теранвик Тот кто первой Ошибку В битве Сделает То есть Кто полезет Кто криво Как-то дропнет Танки С вот Хэппи Вперед Пошел Но Теранвик Здесь рядом Ой Он как бы Не хочет Лезть сейчас На 2 танка Как я понимаю Медиваков Тупо нету Поэтому Теранвик Не берет Просто Подлетает Вперед Тимпак Ой кривая Позиция у Теранвика Хватит ли юнитов Моряки что-то Развались Да Хэппи разваливает У Хэппи 3-3 уже Готовы Ёма Вот то о чем Я говорил И случилось Сейчас Со стороны Теранвика Ну зачем На стационар Настоящего Оппонента Лезть Ну хладнокровие Нужно Посмотрите Третья атака Грейды даже Более хорошие Сейчас делаются Но до них То дожить надо Я думаю Что Хэппи Здесь Не будет Давать шанса Ожить Не будет Давить Сэшик По карте На штамповал Везде Пятый Хэппи Пытается подрезать Танки Дропает Дропает Хорошо Очень Газ Минус Минус Много чего Первый Тоже танк Своя Дропает Хорошо Здесь Поубивал Капитан Тремя Танками Убил Три Потеряв Один По моему Как то Так Все Хорошо Если Конечно Не хэппи Эти А что Хэппи Эти База Ну стоят Они здесь Но они Не добываются Ни хрена Если Тиранвик Сейчас 200 Отстроит В принципе Все нормально У него Будет Цэшечка Какой-то Бил Но это Чизы Всегда Чизы То есть Войте Против Техники Без шансов Всегда Было Вот Ну и там Нужно было Две Атаки Чтобы Танк Танка С двух Исплохо Низ трех Убивал Для этого Идет Идет Прилетает Где его здесь Занято Удар Там Сканет Все время Тиранвик Не понимаю Или кто Это Хэппи Сканет Походу Это Хэппи Сканет Нет Хэппи Вроде Так Мулов Не кидай Тиранвик Запас Есть По ресурсам Смещается Сейчас Хэппи Не готов Посмотрите Пока танки Загрузят Пока Мариков Приведет Это время Нужно Тиранвик Он уже Сюда Пришел Обнаружил Одну Из Цц Но Одну Обнаружил Значит Вот эти Тоже Скорее Все Обнаружат Зря Хэппи Отпустил Тиранвика Сейчас Почему Он его Отпустил Что Дал Отстроить 200 Ой Ошибка Тиранвика Прям Под Планетарку Дропает Танки Что За Ужасная Ошибка Ну Только Похвалил Ну Ё Моё Какая Ошибка Просто Танки В Рейндж Планетарки Дроп Нужно Так Вообще Затупить Ну Тиранвик Ну Что Ты Делаешь Где Где Исполнение Ну Блин Так Все Круто Делал Опять Тиранвик Наверх Хочет идти Но Лимита Хэппи Значительно Больше Сейчас Боевого У нас Почти На 50 Ну Ладно На 40 Будем Считать Грейды Одинаковые На технику Три Атаки Три Три Пехота Хэппи Идет Вперед Дроп Танки Тиранвик Не законтролил 140 На 180 1 0 Хэппи Абсолютно Очевидно ГГ Тиранвик Ну Что Череда Взаимных Ошибок Но Все Таких Хэппи Собрался Ну Не Вот Это Конечно Атака На Планетарку Со стороны Тиранвика Это Было Что Все Приходи Обнаружил Все Базы Шатай Отсекай Просто Нормально Дерись В чистом Поле Выманивай Нет Дроп Под Планетарку Ужаснейший Просто Ужаснейший Игэшечка Конечно Присоединяемся К хэппи Еще Ужаснейший Мрун Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И семеро одного не ждут тоже. Наши ТСМ атакованы. Смерть на пороге. КСМ готов. Ну что. Риперы друг напротив друга. Дуэль на Диком Западе пускай это намечается. Хэппи. Охренеть, ни хрена себе тут такой прилетел просто. Гангстер. Ну это Хэппи, это Дикий Запад, ребятки. Ге-ге. Теран Вик просто расстроился очень сильно. Вот так вот бывает. Ну что же, Хэппи встал просто напротив. Вдруг друга встали, такой музон заиграл, как из вестернов. Ту-ду-ду-ду-ду. Рипер Теран Вико думал, сейчас я там достану свой просто кольт резко. Вот. Ну а Рипер Хэппи был умнее, он просто гранатой сразу кинул. Вот. Ну а так как... Так как Теран Вико Рипермушку спилить не успел, как в анекдоте... Ему больно очень стало. И Гэгэ в итоге пишет Теран Вику. Так вот бывает. Так, где там Кьюби, что там Кьюби? Не знаю. Начинает Хэппи резко. Я не виноват, ребятки. Прошу прощения. Пусть Мэджику пишет, он тут главный. Я реально ничего не успеваю делать здесь. Хэппи резок. Какую-то я ахинею там нес. Блин, а я не заметил. Я вообще настолько боя невнимательный, извините. Пожалуйста, я вам напишу потом. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Ну, на самом деле, этот один бы рипер, просто там суть билда через одного рипера в чём. Ты строишь рипера, а после него реакторы. Если он сразу же погибает, у тебя там юниты не скоро выходят очень боевые. И Хэппи бы КСМ-5, наверное, где-нибудь забрал бы в этом раскладе. И Тиран Вик сразу решил, что сопротивление бесполезно дальше. По октаву Тиран Вику, у Хэппи ЦЦшка вторая. Ихэппи. Ихэппи. Камарики строятся. Ну что, риперы-гелеончики. Три рипера, два гелеона будет сейчас врыв от Теренвика. Здесь у нас три Марика рипер на рампе стоят. Ну, тремя риперами, двумя гелеонами, конечно же, можно это развалить. Если только идеальную, конечно, гранатку хэппикини, то можно минимальными потерями здесь отделаться будет. Дэмэдж нанесён будет. Теренвик стоит почему-то вперёд, то он будет идти вообще, а что он ждёт? А, это будет развод. Гелеоны три штучки на мейн с медивака, три рипера, видимо, на вторую врыв. Медивак полетел, и хэппи как раз в ту же секунду это всё спалил. Ну что же, повезло, повезло, хэппи сейчас. Может, Теренвик лоб собирается, нет, лоб драться здесь не стоит, это абсолютно точно. Медивак нужно загружать гелеонов сейчас. Или Теренвик в лоб собрался драться. Так, гранату хэппи выставляю сейчас. Залетает, наверное, гранаточка пошла. Вот, не знаю, почему Теренвик здесь что-то ждёт. Передропчик на мейн пошёл. Хэппи прекрасно это понимает. Залетает, залетает 7 на мейн. Но здесь Викинг уже готов. Так, хорошо, два гелеона сейчас забирает Теренвик. Врывается на мейн хэппи. Гранатки пошли. Гранатки очень хорошо, кстати, дэмэш наносит. Но рабочих погибло не так уж дико много. Но преимущество уже на стороне Теренвика. Нужно гранат побольше ставить. Куда что-то гранату ставить. Хорош, гранаты. Марики там в воздухе прямо как рокетами. Я не знаю, в куаке их сбивают. Гелеоны потери в итоге. Теренвик потерял всё. Три гелеона, три рипера, медивак. Здесь рипер, марика, два гелеона, семь ксмок. Потеряно в пользу... Ну, по ресурсам не в пользу Теренвика. Но учитывая семь ксмок, я считаю, что это в его пользу размин был. Реактор на Старворде. Не рано ли? Развивается Теренвика. Две лаба на бараках для стимпака щитов. Естественно, у Кэпича даже нету ещё. У Кэпича даже бараков ещё нет, чтобы эти грейды там заказать. Квич преимущество за Теренвиком определённого в этой игре. Нужно реализовать его. Ну что, щиты из тимпак. По лимиту хэпи совсем нету. Не отстаёт, на самом деле. Двухбазовые такие билды от одного и от другого. Но посмотрите, насколько хэпи по ключевым грейдам отстаёт. Плюс один у Теренвика раньше. Причём одновременно со стимпаком примерно будет. Даже раньше, чем стимпак. Потому что стимпак делается дольше на 7 секунд. Щиты сейчас будут готовы. Кэпи вперёд попёрся. Куда он попёрся? Ну, кстати, это ключевой момент сейчас. То есть Теренвику нужно... Так. Циклон. Циклон не минус, но на 8 хп успел уйти. Теренвик вниз спускается сейчас. Циклон лучше отчинить, конечно, циклона. Хэпи разворачивается, отступает. Третью цешку Теренвик строит. Хэпи всё спалил одним сканом буквально. Вооружён и опасен. Пристройка завершена. КСМ готов. Кто на новенького? Давай, удиви меня. Улучшение завершено. Танк, на макс! Посылайте подмогу! Теренвик готов! Ну что, Хэпи пытается найти уязвимое место у Теренвика. Вот передроп на мейн пошёл, моментальный просто. Теренвик летит сбоку танками отбиваться. На стимпаке Марик и Мизахопи, что-то с лоу-граундах решил врываться. Теренвик, самое интересное. И для Хэпи это выгодно очень получается. Минус Викинги, минус Ревены. Улетает дальше на мейн Хэпи. Теренвик кривые передропы абсолютно здесь делает. Мариков прям под Хэпи. Всё, преимущество на ровном месте растерял. У Хэпи ещё... Блин. Без стимпака. Без нихрена. А всё равно инициатива у Хэпи. Ну как так-то? Ну как выигрывать-то? Ну у тебя грейды ключевые, но преимущество нужно реализовывать. Ну ё-моё. Как-то не чувствует Теренвик таких моментов ключевых. Всё-таки отбивается, но по лимиту уже Хэпи в плюсе. Разве что третья СС-шка здесь у Теренвика готова. Но Хэпи будет шатать. Он двухбазовую какую-то тут элегантность демонстрирует. Всё равно преимущество ещё есть. Нет, с двух выстрелов там циклона не убивает. СС-шка перелетает. Здесь танк Сиджатса вы видите. Скан Хэпи. Смотрите, опять друп. И опять Теренвик стоит, ни хлина не делает. Ну ё-моё. Опять дроп пропустил. Передроп. Танк, правда, быстро нам его возвращает. Хэпи, конечно же, маленьких все в кламм разваливаются. Но они прикрывают свои же танки. Нужно сейчас их забривать. Теренвик что-то не стимпачится. Хэпи берёт и улетает. Лимита 120 на 100 в пользу Хэпи. Третью СС-шку он прям на золоте ставит. По-боевому у него преимущество серьёзное. По грейдам у Теренвика преимущество есть. Одна инженерка грейд делается, во второй почему-то не заказан. Пока нужно заказать. 2-2 может подрешать. Но в перспективе, естественно, только. Хэпи двигается вперёд сейчас. 148-133 в пользу. Двадцатка примерно преимущество по боевому лимиту. Стабильно держится. Но у Теренвика через 20 секунд 2-2 будет. Это из хороших для него моментов. Хэпи друбается. Теренвик мариками полез в ВГ. Ну вот не хватает против Хэпи. Мне на самом деле, как развивается и как макро строит Теренвик, гораздо больше нравится, чем Хэпи. Но почему-то чутьё у Хэпи, уверенность в игре просто на порядок лучше. То есть, вот он даже сейчас, не имея ни стимпака, ни щитов, ни плюс один, прилетает первый, делает удачные друпы в то место, где не ждёт Теренвик. И он, имея стимпак, щиты и плюс один, не может нормально с этим справиться. Ну что, 3-0 Хэпи против Хэпи против Стрэнджи финал. Ждать абсолютно нечего. Там уж бо 7 финал, так что нужно начинать. Ждать. 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 Продолжение следует... Мне нравится, что Стрэндж до финалов стабильно, конечно, доходит сейчас. Продолжение следует... 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 Сейчас начну черкать карты... Продолжение следует... 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 Так, ну вот, от Happy захожу я, спасибо ему. Так, поехали, сейчас я быстренько в водичке оставлю, подпишу, подпишу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, ну что, здесь у нас пробочка Стрэнджа пришла и ушла Мазеркор строится Нексус 2, Адептик строится Так, здесь что-то проверяет у нас Стрэндж... Нет ли прокси от Хэппи после предыдущей игры и через робо начал играть, кстати говоря Стрэнджа Стрэнджа А я думаю, что для начала нужно играть лучше, а не нерфить что-либо вообще где-либо И тогда будет хорошо Вот Это основное условие успеха Ну, очень плохо сейчас, но у Стрэнджа просто нету пилона спереди, то есть у верчажа просто-напросто нету Мазеркор летит-ка в 2-ой базе Хэппи вырывается Три адепта здесь при усталке Пробки куда-то поехали, а пробки куда-то поехали? Принимает Стрэндж Войч, похоже на 1-1, ребят Нахрена Стрэндж вывел все пробки сюда? Мазеркор... А, он просто на патруле летал, он вообще сюда не вылетал даже Только сейчас Стрэндж уводит Мазеркорф Но Хэппи его принимает Что жёсткую тут, конечно, Хэппи устроил движуху на Мэйниу Стрэнджа Но у Хэппи нету СС-2, вот где его проблема Но это одна база, выход с его стороны Сейчас, ребят, что я не выключу Прос-экшен идёт, игра, судя по всему, будет не очень долго На 2-ой базе вы видите, кто там Либератор уже бомбит во всю минеральную линию Рабов здесь нету, право, одного всего рабочего Убил Хэппи Здесь вроде как отбился Стрэндж Ну, надеюсь, лимита больше Хэппи Это боевой, 32 в 12 Ё-моё, почти в 3 раза больше Выход пошёл Танк-марик Есть Либератор и будет выживать Просто Хэппи сейчас Стрэнджер А Стрэнджер ещё затупил, что здесь пилонов не поставил То есть он просто не сможет отгонять Хэппи сразу вот сюда может подняться И сразу Нексус начать выбивать Ну, у Стрэнджер скорость атаки адептам и плюс 3 гейта Да, если он успеет адептов подварпить Будет замечательно Может быть в размен даже успеет Хотя Хэппи здесь держит прирост и Ну, кстати, Хэппи зря прирост держит То есть если, тут какой момент Если Хэппи всеми сюда придёт Можно размениваться на мэне Но Стрэндж, правда, ведь не знает что Ну, призма уже туда полетела Но, если увидеть, что здесь Хэппи будет недостаточно Можно дома ведь наварпить И отбиться дома, например Так, приходит Марик и Танк И Либератор ГГ Стрэндж пишет сразу же 1-1 Сейчас зайду в игру Налью щейку себе Точнее цикория И продолжим Блин, как же горло болит, а Захожу в игру Вот так вот. Резко стартанули. Сейчас ФП поставлю, ребят, пойду налью. А то что-то, блин, вообще пить хочется. И горло болит, и вода дома прохладная, вода вся холодная, и больно пить, поэтому нужно что-то кипятить постоянно. Вот. Ну что, от Стрэнджика давайте посмотрите. От него редко смотрим. От него редко смотрим. Продолжение следует... 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 Одна, кстати, пробка на муве, до сих пор он этого не замечает. Мейн кончается, но Хэппи-то вторая тоже есть, мейн есть. Так, подблизь на мейн, Хэппи идеально танки расконтроливает. Ребята, Стрэндж просто берет и отдает эту игру, он просто берет и отдает эту игру. И Хэппи уверен в своих действиях абсолютно. Уходят кулкера, один танк только успевает выстрелить. Рабочих у Хэппи в два раза меньше, боевого в два раза больше, зато лимита. Лучше под танки не подставляться, наверное, блинк на КД был, я чуть не понял, почему так. Призмой надо к Трейнджу, сейчас нужно призмой лететь к Хэппи. Я не знаю, зачем она летает вместе со сталкерами, это идиотизм. Об Хэмл, нифига себе, 1440, 4 шестерочки, призовой фон становится. Долети ты, ё-моё, ну очевидно, что здесь ничего нет, призма должна где-то там быть. Спасибо за поддержку турнира. Пытается Хэппи в сталкерах нагнать, не так-то просто это сделать. Сталкеры уходят, хороший контроль от Стрэнджа. Здесь на второй базе вообще ничего нет, можно туда пойти, сейчас наподрезать. Причём Стрэндж прекрасно это видит, заходит на вторую, блинк агрессивный, заходит сюда. Так, нужно попытаться, может, медивак уснуть? Нет, туреточка успевает Стрэндж и уходит с сталкерами, сейчас здесь один Марик что-то возвращается. Хэппи видел, что обсервер здесь есть, скан минус обсервер. Дома три сталкера, это всё, что есть у Стрэнджа и Мортал в продакшене. 66-63 по лимиту. Идёт атака, Дарк есть! Скан от Хэппи минус Дарк моментально. Оверчажа спасает. Вот посмотрите, ну чё за идиотизм, ну Стрэндж у тебя Дарки. Ну почему призма здесь висит? Ну зачем Даркшайн-то строить? Ну блин, нахвалишь, а потом какой-то бред начнёт. Вот сюда, два Дарка, врыв, минус туретка, всё, один убежал вот сюда, при стройке резать один здесь, два скана, пожалуйста, кидай. Тиран-то бомжует, ё-моё, ему два скана, это просто всё, это минус всё как бы. Третий Дарк уже просто вылезает. И скана, по-моему, тирана нет, и экономики. Не добывает он только одну базу. Ну вот, кстати, а чё сейчас-то уже лететь в призме, смысл? Варб двух горков, это дома, архончики, стоим, сливая. Брейды по нулям, но у Хэппи тоже по нулям, кстати. У меня, мне кажется, очень странно. Может быть, Стрэнджик Дарков исключительно с оборонительной точки зрения ставил, но какой в этом смысл? Если ты, если ты ставил с оборонительной точки, с оборонительной позиции, ну пришёл тиран, он же сразу ушёл, и смысл тогда в Даркшране. А у тебя есть призма, держи её здесь, этот оборонительный Даркшрайн сразу превращается в агрессивный. Причём невероятно эффективный, потому что ка бомжатские экономики, когда эффективны Дарки? Когда малая экономика, ка тиран вынужден все энергию кидать в мулов, не в сканы. Ка ццшек мало, а здесь две, ка зданий немного. То есть всё вот это будет сильно решать. Ка тиран разжился, там три базы грейды, какие ему Дарки? Ну и убьёт он там что-то, ну и что дальше? Здесь ещё стима, даже щитов нет, здесь каждая пристройка на вес золота на самом деле. Пробревает Стрэндж камни на мейн, обратите внимание. Хэппи прекрасно это видит, камни падают моментально, здесь эморты и Дарки, демиджа просто невероятное количество. Нужно улетать всё равно. Залп от двух танков, зелки и продаем. Потому что цена Хэппи их что-то демидж наносит, а? Ещё один архон. Сканит Хэппи, не видит. Всё, здесь призма есть, улетает. Третий Никсус готов у Стрэнджика, но нужно начинать добывать его. Это третий Никсус. Так, минус сабсервер. Скан пошёл, чтобы заметить Стрэнджа страны Хэппи. Чарж делает сейчас под бустом, между прочим. Ну, сколько стоит? Меньше половины, но Хэппи придёт абсолютно точно до Чаржа, если он продолжит свой путь. Нахрена бустятся гиды, не бустятся Чарж? Не понимаю, нужно срочно, нужно один буст вообще в молоко сейчас. Нужно обязательно Стрэнджу бустить Чарж. Здесь Зилки Хэппи, это идеальная для Хэппи тема. Малая армия, то есть идеальный контроль он сейчас будет демонстрировать. Стрэндж видя это, кстати, даже уходит сейчас на второй. А почему? Неужели здесь так прям невозможно расконтролить было? Ну не знаю. А, из-за Чаржа забоялся? Так тут и Зилков-то нету в армии. Вообще ни одного, кстати. Тоже интересный момент. Хэппи уже ко второй базе приедет. Начинается Харас. С Вижена на хайграунд нет, нужен до варф обязательно. Сейчас Дарфокс, и Зилков, Зилка варпит сейчас Стрэндж. Хэппи уже врывает сюда, к хайграунду. Нужны оверчаржи. Стрэндж пошёл вперёд, фронт так себе сейчас зайдёт таким образом, что Хэппи будет нормально. Да, сталкеров назад нужно отблинкнуть. Ну, Стрэндж их пошире сейчас, блинканул, что фронт пошире был. Заходит ближе, сейчас к танкам подошёл Стрэндж. Танки разваливаются, Био разваливается. И Стрэндж разваливает Хэппи сейчас. Две базы, причём битва идёт у щити. Здесь всё на вес золота. Любые юниты... Хэппи. Одну атаку сделал, армор зря не сделал. Сц-шки третий нет, но он мейновый Сц-шкой. Хэппи с Мэйна перелетит куда-то, наверное, я не знаю, куда может. Даже на золото, хотя сомневаюсь. Так, Яндекс до 7 тысяч увеличил призовой. Ну что же, царь. Ну что, адептики заходят до 17 стопа. Стрэндж прямо в Био хэппи врывается. Идеально адепты зашли в Био. Просто идеально не придумать. Даже с флэш танки по своему юнитам наносить. Заходит Стрэндж. Архона и Мортл. И как, что за чудо-игры они демонстрируют. И Стрэндж всё-таки тащит. Обратите внимание. Разваливает всё сейчас. Также он ворвался. И всё-таки 2-1. Оказалось-то, когда эта игра должна кончиться, да? Но череда взаимных ошибок, особенно Стрэнджа в начале, когда он хэппи уже, казалось, убил, но в итоге всё-таки не добил. Привела к тому, что всё печально стало. Заходит здесь. Хэпп пытается улететь в размен. Что-то собрался. Такой размен. Нужно успокоиться уже хэппи. Здесь некие размены уже его не спасут. У него юнитов чь. Так, давайте посмотрим просто. 5 мариков, 3 мародёра, 3 медивака. Не имею. Здесь есть чем в Стрэнджу отбиться. Здесь дарки. Здесь ЦЦшка горит. Нужно вычинивать. А хэппи не чинит. У него тут 2 скана всего лишь. КСМки рядом едут. Нужно вычинить КСМками. Хэппи сейчас реагирует. Сейчас догорит ведь. Начал чинить мулом. Ну, не мулом надо, конечно. Здесь одна ЦЦшка висит. Если сейчас эту ЦЦшку выбить, сканов просто не останется. И Дарк 1 сможет отбиваться от всего. У Трэнджа есть, кстати, ресурсы. Здесь призма летит. Сейчас ЦЦшку спалит. Палит, конечно, ЦЦшку. Сразу же реагирует. Она уже и улететь не успеет. Отсюда абсолютно точно. Всё, сканов нет. У хэппи в итоге. Сканит, видит, что 3 базы нет. Здесь ЦЦшка висит. Вижена в итоге нет. Ну, соходит сюда Билу. Дарк есть. Керчажи пошли. Три штуки. Дарк режет. Пилоны убивают. Хэппи загружается, улетает. Ну, а дальше что? Да дальше ничего. Здесь и добыча есть. Тем более, ЦЦшку хэппи, понимая, что сканов нет, ЦЦшку свою возвращает назад. Вот она летит. Куда она? Ко второй базе летит. Ну, сейчас будет сканов достаточно, чтобы всё просветить. Но это не значит, что есть шансы ещё. У хэппи шансов нет уже. Хотя нет, посмотрите. О-о-о, хитрец-то какой, ё-моё. В ничью хочет Хэппи свести эту Битла. Но робота есть. Правда, обсерверов ноль у Стрэнджа. Ну, роба есть всё равно. Нужно робота искать, выбивать. Если хочет Хэппи, чтобы Банша здесь зарешала. Иначе шансов нет никаких. Так, опять дропчик будет. Пошёл опять дропчик. Да, здесь есть скан есть. У хэппи скан пошёл. Но Марика он сразу же срезал одного. И ещё одного Марика пилончик забил. Но идёт агрессия. Агрессия идёт. Стрэнджу-то бегает по карте. На золоте заказан Нексус. Призма летает, разведывает. Находит Хэппи робот. Смотрите, ну Стрэндж приходит. Фу, путь медиваков пошёл. Не, ну это ГГ. Неужели не понимает Хэппи этого? Ну робота даже не убил. Ё-моё. Нашёл сейчас. Нет, СЦ-шку на Стрэндж. Кэппи летает, улетает. Банша летит. Стрэндж даже решил обсервировать заказать. Стрэндж всё понял. То есть он понял, что оппонент его хочет именно Банши построить. Почему? Потому что он робот сейчас атаковал. Очевидно, значит очень не хотел Хэппи, чтобы был опс. Опс у Стрэнджа есть. Где он только? Вот он летит по второй базе. 19 пробок остается на золоте. Добывают. Стрэндж пришёл, конечно, нужно сначала деть Баншу бы прогнать бы. Банша деть будет прогнана. А Пса нужно к золоту ввести сейчас. Но пробок-то нужно... Хотя тут 600 минералов устроишь. Даже если он всех пробок потеряет, то ничего не по делу будет. ГГ пишет Хэппи. Нет, Хэппи... Его план был очень интересен и грамотен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Так, пошел Нлайд, 2.1 Стрэндж ведет Еще 4 игры у нас может быть Ё-моё, как долго все происходит Ну, Бо 7, решили, что Бо 7 Значит, нужно не жаловаться Смотреть Стрэндж Привет всем, ребят Привет всем Перелиман Сказывать Ивири, Ион И ПВМчик Можно посмотреть Орбитальная верфь Ну что, одна база у Вали Хэппи Мы увидим Или на этой карте Может нет Скажем, что Бо 7 Орбитальная верфь Убили Убили Валер Стрэндж 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 Продолжение следует... 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 Ну что, Стрэндж всё ларпит и ларпит адептов, 180-140 будет хэппи добивать-то эти, пора бы уже, пора бы адептов много, но опять же либераторами особо нечем с либераторами разговаривать. Грейды 3-3 в 2-2. Ну что, хэппи стимпатчится, Стрэндж ушёл, позицию потерял, это провал. Не эксус-минус, моментально, просто с 3-3 за грейдами. Стрэндж решил уже воразмен идти, чтобы. А смысл? Вон сюда на 3-ю урывайся, да и всё, зачем хэппи сзади бежит, непонятно. Абсолютно непонятно. Парабам. Ухэпи даже больше. Добыча у Стрэндж вообще не осталось, вот тут только. Вот 2к на 900, да и то это недолго на 900 быть, уже на 800 падает. Генералов всё меньше и меньше там. Хэппи идёт вперёд, отгоняет Стрэнджа. пытается за счёт пилдов что-то сделать. Ну, Либераторов всё ближе и ближе. Прям хэппи в наглую над армией оппонента Либераторов раскладывает. И они успевают даже раскладываться, обратите внимание, стрелять. Ту-30 на 200. Нет, здесь всё очевидно в этой игре. Ну что, теперь есть тимпатчные хэппи сзади бежит. Стрэндж ГГ пишет. Всё-таки загнал в угол оппонента. Темписты, да, против Либераторов неплохо получаются. Но тут не было экономики у Стрэнджа, чтобы темпистов выйти вообще даже и близко. Ну и драться в правильных позициях тоже решает, естественно. Возьмена. Темпист elected vuelta. Стрэндж ГГцэг. Прямо. Прямо. Этона. Продолжение следует... 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 есть вообще мазеркор есть прошу прощения как хэппи пролетел здесь не актив есть еще один пилончик есть стрэндж ставь уверчажа ну куда-нибудь то ставь его 25 энергии пошел уверчаж одного марика закусил ну все то есть здесь минеральная линей не прикрыта уходит домой одним дробом хэппи все обрывает все барабам уже ровно у стрэнджа все печально называется здесь сейчас танками пойдет просто забьет пилон здесь до варпа в итоге не будет у стрэнджа ну и все победа практически для хэппи мочи хотя вот это может зарешать действительно хэппи однобазовый выход был дел то есть я не знаю нужен телепорт будет сюда вот этим юнитом делать не рассчитывать на блин контроль сталкеров все в других вариантов я не вижу пилончик восстанавливает а хэппи чё хэппи уццшкой перелетит на вторую да и все пошел кай вперед стрэндж прекрасно видит все сталкерами встречая вот здесь вот просто не тупи это называется так рабочий перевести не успел уже телепорт на золото просто сделать как оно появится уже ли стрэндж драться собралось нет драться здесь вообще не вариант такой ситуации против так такой армии тирана стрэндж драться стрэндж едет с эндрями сталкиваемся в разминшин пойти собрался похоже на размен хэппи тут бункеров наставляет сейчас телепорт делает стрэндж на да на золото молодец сделал телепорт пробивает камни пока он тут камни пробивает хотя пока хэппи тут оборонительные свои порядки строить так и хэппи камню и стрэндж с ней камни пробьет танк один хэппи хочет оставить дома но стрэндж нужно блинком идти вперед но не вот пешочком так нужно пользоваться всеми возможностями юнита в данный момент так адепты уходят с мэйна ну терять мэйн не очень хорошо для стрэнджа но хэппи то тоже свой мэйн потеряет заходи ты стрэндж уже не тупи так а адепты врываются криво бараки так улетать цэшку нужно не давать уйти цэшки абсолютно очевидно это момент для стрэнджа нужно просто не давать уйти цэшки демоджа больше цэшку всеми сталкерами упустить ее нужно чтобы горела нахрен она сейчас цэшка газа горится абсолютно точно ну блин здесь можно сесть вот сюда и вычинить ее абсолютно очевидно 200 тп осталось а как ничем не помешаешь призму стрэнджа не осталось не улетишь но у стрэнджа добыча правда есть на золоте посмотрите он кибернетку строит роба в основном поставил пока здесь кибернетку была жива хэппи конечно же золото идет проверять и сейчас он найдет это золото у боевому лимита стрэнджа побольше на а еще и 2 ксм ки 10 хэппи еще здесь на хайграунде обосновался не у саплайблот гигантский на самом деле блин игры стрэндж с хэппи просто интереснейшие на самом деле демонстрируют что один решил по микро сыграть что стрэндж такие более какие-то чизовые билды отыгрывать так ну гиг-то один пока робо есть так чуть-чуть не подрезал медивак стрэндж одного выстрела не хватило 7 хп видится что и здесь нужна призма стрэнджу даже больше чем на самом деле имморталы какие-то почему потому что вот куда нужно лететь здесь золото уже таскает хэппи а 2 рабочих плюс мулы тут на самом деле тиран не намного слабее выглядит чем проц в плане экономики такое 12 вообще ни о чем инвиз баншам заказан у хэппи как обычно в банши свои играет стрэндж понимает что может именно так быть варпит сэн 3 зачем стрэнджу столько сэн 3 не знаю но гвардиан будет ну против танков это вообще мясо сэн 3 можно иллюзии кстати пару имморталов призвать архончиков и без скана хэппи не сможет их убить аскана скорее всего не будет почему потому что у него одна всего цс-шка может это же будет оставлять стрэндж сейчас тупит что строить каких-то иммор ему призма нужна ну понятно куда улетел хэппи на этой карте вот нахрен куда-то лететь здесь золото на острове конечно на острове будет жить хэппи а что ему куда ему деваться пока вот сейчас уже хэппи улетел сюда всеми улетел нифигаси тут экстра сапплайв накидывает прям ну хэппи тоже же сжиматься не стоит почему потому что если хэппи сейчас зажмется то ничего хорошего его не ждет вообще здесь стрэндж и экономика все-таки сильнее он на на не на острове живет ему проще базы ставит банша залетает и ап сервера нет ну спалилась на пробке апса строит стрэндж что-то пупишь строит апса банша врывается ой печаль какая ё-моё эта игра еще длится может не знаю сколько сколь угодно долгое время потому что пока тут хэппи из острова выселишь пока стрэндж ухайпи что-то сделает баншой харасить боится а все рывается как же хэппи везет ну просто ну невероятно везет а стрэндж видел там полетел дроп но среагировал не идеально хэппи среагировал идеально и улетел на 7 хп ну молодец что могу сказать стим а стим парк и педил хэппи стима не было ё-моё я даже об этом то и не подумал точно нужно там бомжевал он выше водил без стима стрэнджу нужно где-то новую базу заказывать что тут ксм-ка на патруле не тут такое ощущение собирался стрэндж заказать не не заказал в итоге 63 82 по лимиту да стрэнджа больше боевого лимита баншу тут так просто не поймать а здесь только с н3 с баншой могут драться и мачу обсервим здесь надо вот одного еще опса построить который будет летать ну контролить баншу где находится и все второе не иксуса стрэнджа хэппи тут что-то я не понимаю вроде развивается но боевых юнитов не увеличивается здесь ему надо конечно не на экономику ставить на какой-то выход бараки без реакторов помогла одному марику сейчас хэппи строит марики без щитов нужно щиты заказать здесь марик добивался но хэппи спали что там сталкеры стоят нужно большой попытаться ворваться на 10 центрей достаточно много сталкеры то блин где-то криво летает них сейчас будет готов хэппи вот только сейчас его понимаю спалил адептом скорость атаки стрэндж делает здесь щиты плюс один проблемах и ему нужно все вывозить отсюда базу новую тяжело забрать действие то все на здесь то все не нужно возить всю саму приедет куда нужно так банша шакалит что-то хочет подрезать ну пробку убьет конечно еще все расстроит вот наконец эти стрэндж построил феникса да неужели и летит искать баншу дальше пролети что что встал то здесь и стал чё встал хрен пойми не понимаю тоже банша летит сама прилетела к фениксу наконец конечно начал контролить весь можно врубить было бы но обсе же полетел пора бам близко но боевого больше стрэндж игры по нулям и плюс один будет гост академия видеть хэппи бомбами ядерными бомбить собираются что ли похоже на то блин на таких игр я давно не видел просто вообще прикол золото кончать ну что еще одну главу сейчас ближе будут оборонять новые просто база ну что шторм пошел у стрэнджера здесь то госты что хэппи полетел дропа с цели хэппи просто перевозит все вниз наверно хэппи все просто вниз перевозит сейчас стрэндж это видит прекрасно часть чуда юнитов не успел выиграть хэппи даже сейчас забирает все 97 126 сейчас будет битва снизу хэппи с острова переселяется два госта поддобавил против шторма кстати но штормовиков больше чем две штуки но госты могут ликвидировать больше чем две штуки шмейков вдвоем не хэппи пошел вперед маленькие госты и 1 1 грейды но стране что плюс один будет архончик и у стрэнджа ну позицию удалить чем занять непонятно это лишний был момент еще архона сливает стрэндж так что я не понял вообще штормовиков не осталось и шторм от меня испугал да ё-моё шторм нужен был ё-моё как стрэндж дал позицию занять минус нет что могу сказать есть сюда ломиться вот на эту рампу госты такой дэмэш нанесут и мп что просто развалится хотя сейчас есть адепты они могут не толпиться их можно прям сюда внутрь направить что-то стрэндж боится 100 стрэндж лимита боевого больше у грейдли там плюс 1 1 1 1 да у хэппи сильнее но здесь даже мародеров нет у них тут стрэндж в другом месте заказа хэппи кончается у хэппи нужно развивать атаку что-то делать не стал адептами конечно же стрэндж депортироваться прикиньте еще ничья в такой игре например так стрэндж решил пойти как несинхронно все стрэндж делает но тем не менее юнитов намного больше чем у хэппи заходят архоны и мертвы хэппи сам походу не ожидал разгромил его стрэндж медиваки тут еще стрэндж попустил сейчас еще они не улетят на самом деле есть блин ни одного медивак стрэндж не упустил хэппи врывается на на новую базу стрэнджа минус база здесь еще и золото нужно вот здесь новую нету просто ставить эти золото уже и нет почти почти соврал вам ну как и тоже нету уже фактически 4 пти шторм века нужно их не сливать нужны и нужны фидбэки на медиваки и нужен нужен шторм блин до сих пор ни хрена непонятно стрэнджа лимитом больше но нужно ему разживаться базы это новый как-то вот а хэппи стрэндж не должен дать разжиться база ни в коем случае новый а хэппи полетел уже куда на мейн на свой бывший хитрец а стрэндж как раз с апсом сюда летит повезло что прям вот он в этот момент летел ну что сейчас если хэппи загрузит свои боевые юниты перелетит стрэндж может неожиданно ворваться вот об сервер висит видит стрэндж что ццшка долетит ну все сейчас фокус ццшки и все на хрен спалил сталкер своему стрэндж ну что ты делаешь не успел хэппи заблочится зданиями стрэндж заходит на хайграунд какие халды то заходи уже туда архона здесь все здесь один медиват минус все ццшку убивать и гг хэппи конечно он уже только на ничью сможет рассчитывать а какая ничья там добыча есть хэппи нет хорош стрэндж здесь у нас марик прибегать где а те все шмаки то были вообще ё-моё наслевал вархона а у него шторм он же точно уже шторм отменил ё-моё хорошая верча же стороны стрэнджа но пробки все ё-моё куда они попали в засаду попали здесь есть еще пробки в принципе хэппи ксм есть но они бесполезны ццшки нет ресурсов на ццшку нет блин ну добыча то есть чё хэппи хочет здесь вообще доказать кому я чуть не понимаю это пустая трата времени часто стороны тирана вот расположение зданий будут раскрыты а феникс есть вот он решающий парень так вархон говорит иди сюда минус все в итоге гг пишем выходим что говорить то еще есть хоть хоть медиваки то один делом вообще он летает шестью ксмами на что-то хэппи хочет сильно натаскать ресурсов на что же он хочет натаскать ресурсов так пришел ггг 32 стрэндж вот эта игра кстати вообще достойно достойная получилось давно такого не видел ну что теперь каждая игра может последний стать поехали так Субтитры сделал DimaTorzok Нет, не победа, был 7, конечно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другие игроки 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 показать как бы то есть это не проблема skype мне начинает чудить что-то какие в черту всплывающие сообщение у меня кстати не знаете ребят кто шарит может по-любому здесь народа много скайпе последнее сообщение как бы если тебе написали а не ты то оно как единичка всегда ли двойка показывается что ну не прочитано у меня уже весит 23 висит как бы незакрываемых вроде 1 или одну последний sky вроде обновлен не знаю как пофиксить это все ингалу из привет нет еще не поправился очень плохо очень долгая болезнь к это я уже устал реально и горло сейчас адски прям скилов 2 обравлю до много он подрастает еще молодых милка мелкий калкам то есть если будут трениться тоже войти быстро догонит на самом деле игра то новая финал ребятки финал эта игра может стать последней но только в том случае если стрэндж и будет тащить естественно вот если же сейчас выиграет хэппи то 3 3 и решающие начинается стрэндж выиграл три игры из-за адептов хэппи 2 и 2 из-за либераторов стрэндж выиграл потому что протос хэппи потому что тиран хэппи выиграл пушты император стрэндж пушты молодой перспективный хэппи выиграл потому что у него а поэма 3034 стрэндж потому что 300 я могу продолжать приходит хэппи на нексусе проблема но на мэйн не ворваться это одна базовая какая-то элегантнейшая стратегия от хэппи нексус падает блинг еще не готов сталкеров еще и нет особо пытаться пытаться прикрепить не смотрим куртку я прилетел с минус мазеркур будет стрэндж дает на нексусе не знал я вот это вот это точно поможет минаточную много до игроков что тут правда ну с одной стороны мне радостно да как бы но не сильно почему украине раньше было железная тройка там димага касс блай допустим вайдра когда-то еще сейчас же почему-то на украине стало меньше игроков не вижу я там ну как бы я вижу что там есть сандра еще какие то но вот как то у нас стало больше стрейндж там тирангити то есть на украине пока таких не вижу прям молодых которые уже вышли на такое время может быть они выйдут еще кто шарит можете написать решает и 48 52 стрейндж контрпуш хэппи сейчас ну чё сталкерами стрейндж прессуют хэппи здесь что надо нужно зайти вот сюда сталкерами к примеру медиват готов но только-только он готов аккуратно нужно быть лаба минус залетает медиват сюда возле стрейндж агрессивно блинкаться танк номер один минус танк номер два не минус ё-моё стрейндж попадает за саду адепты разваливают мариков либераторов укуснули все таки с толкера нужно уходить нахрен отсюда 40 43 по лимиту до рабочих меньше ухэпи но это абсолютно ничего не значит так и саду и 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 зачем эти бесполезные улеры с токерами были нужны так здесь танк летает призмы с тренж подсвечивает нужно аккуратнее быть потому что в рейндж танка не попадать Продолжение следует... 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 Продолжение следует...